Третьего отдела полиции в Грозно вынес соответствующее постановление. Напомню, что Амриева подозревали в использовании поддельных документов. Сам он говорил о том, что это опечатка по спортистке. До этого он и его родственники обвиняли власти республики в преследовании спортсмена и пытках. В этом месяце Амриева задержали в Брянской области. Вскоре он вышел на свободу и уехал в Белоруссию, которая выдала его чеченским правоохранителям. Далее о спорте. Сборные Бразилии и России по футболу могут провести товарищеский матч в преддверии чемпионата мира. Бразильцы хотят сыграть именно в России, чтобы адаптироваться к климату и российской культуре. Об этом пишет «Глобая спорта». Встреча может состояться в ноябре этого года или же в марте будущего года. В РФС пока не комментировали эту информацию. Бразильцы, напомню, уже гарантировали себе место в финальной стадии мирового первенства. Далее курс валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра повышен. 57 рублей 44 копейки. Евро также растет в цене. 64 рубля 28 копеек. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде. В Москве сейчас в городе около 10 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают пасмурную погоду сегодня, завтра и в субботу до самого вечера. Температура воздуха в ночные часы плюс 10 градусов. Завтра днем столбик термометра повысится до отметки плюс 15. Кубок Конфедерации. День Камеруна на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. 100% футбола. Всем привет. Это программа 100% футбола. Меня зовут Игорь Катманов. Но у нас сегодня не только День Камеруна на Спорт.ФМ. К нам сегодня пришел на программу 100% футбола комментатор Матч ТВ Юрий Розенов. Юрий Альберыч, приветствую. Приветствую, Игорь. Но можно так подумать, что будет первый раз. День Камеруна надо хранить, потому что звучит просто непостижимо экзотично. Согласен? Да, согласен. И как раз таки вот этому Дню Камеруна на Спорт.ФМ посвящен наш опрос на странице Спорт.ФМ ВКонтакте. В ближайшее время, то есть на двух ближайших чемпионатах мира по футболу сумеет ли какая-то из африканских сборных дойти до полуфинала чемпионата мира? И чего все-таки не хватает африканцам? Казалось бы, вокруг да около они все время ходят. А что двух последних-то? Больше, как говорится, терпения не хватает. Ну, нет, на будущее просто так далеко не заглядываю. Не трех последних. Да, на 16 не будем, а на 8 дайте. Ну, я думаю, что есть 5-6 команд, которые играют сильнее всех в футбол. То есть чемпионат мира по футболу официально называется Кубком мира по футболу. И это его правильное название. Когда одна восьмая, одна четвертая, одна вторая и финал, это 4 матча на вылет. То есть элемент какой-либо случайности, он всегда существует и он очень высок. И я не считаю, что чемпионат мира по футболу, как мы его сейчас понимаем, это определение, безусловно, сильнейшего коллектива. Это определение конкретного победителя, конкретного соревнования. Но это, наверное, любого турнира касается. Поэтому, да, как Камерун вышел в свое время, да, в одну четвертую финала и был там в минутах от выхода в полуфинал, и ровно так же может получиться как-нибудь еще разочек. Не обязательно Камерун, Агана с Уругваем, если бы, так сказать, не тот пенальти. Все это возможно. Все это вполне бывает, да, и ничего тут особенного нет. Нет. Другое дело, что мы не знаем сейчас. Мы Африку особо не изучаем. Если они бегают, играют, как звезды в клубах европейского топа, то тогда, ну, это да, вот африканские звезды. Мы вспоминаем пластику, мы вспоминаем, ну, есть что вспомнить. Вот. А с другой стороны, слишком много этих стран, и мы уже путаемся. Ну, вот на советский основной состав сборной ГАНа, например. Нет, сейчас. И я не назову, понимаешь? Весть, причем до копейки, как говорится, и я не назову. А когда они выходили, только начинали, мы бы назвали с тобой его. И таких стран становится все больше и больше. Кодзивуар бери, тот же Камерун бери, и африканская значимость, конечно, она растет. Тут по-другому не скажешь это все, но насчет выхода в полуфинал слишком большой риф, по-моему. Я бы не стал. Скорее нет, чем да. А мне кажется, что в последнее время нет таких ярких сборных в Африке, которые его, что называется, в душу запали, как в свое время Камерун, как в свое время, там, Нигерия, да, или, ну, я не знаю, Тажигана еще совсем недавно. Я думаю, что это вопрос скорее к душе, чем к тому, что их действительно нет. Они есть, просто мы уже привыкли к тому. В 96-м году Нигерия нас приучила, что Бразилия и Аргентина. Да, легко. Ну, легко-нелегко, но вполне даже можем быть, пусть это Олимпиада. Вот, и так со многими очень странными, а это работает один раз. Потом мы перестаем удивляться, но Эк-Невидель плавали знаем. Поэтому африканские страны те, которые надо уважать. Сенегал, помнишь? Ну да, да. Ну да, ну вот это и так оно везде, понимаешь, быстро вспыхнули, и кто теперь будет говорить о серьезных претензиях Сенегала на что-то там грандиозное. И так почти с каждой командой. Стабильности. Ну, раз уж так памяти Алексея Баталова, наверное, да, все-таки великий артист ушел. Помнишь, эту фразу из Москва «Стезам не верит», правда, не он ее произнес. Стабильности, говорит, маловато. Да, вот, например, это относится, как мне кажется, к африканским футбольным сборным. Не знаю, понимаешь, я небольшой охотник, как это называется, вот, что-то сейчас вывести, какой алгоритм, почему непременно будет так. Да я-то люблю футбол за другой, я люблю футбол за то, что в нем может быть так, а может быть и и так, понимаешь? Именно это мне в игре нравится больше всего, потому что это игра. Если бы это было действительно соперничество оловянных солдатиков, которые одинаковые, батарейки у всех одни и те же, но выиграла бы одна команда, все время надо, скорее всего. Или одна из двух-трех. Мы бы так не любили футбол. 925-4-2-93-2, это мессенджеры наши WhatsApp и Viber, но вот нам Алекс пишет... Сразу, да? Да, сразу же пишет, что классных топ-тренеров и четко организации игры им не хватает. Я бы, кстати, поспорил. Ну, топ-тренеры, наверное, в Африку-то и не поедут. А вот организация игры у того же Камеруна, ну, насколько это возможно при Уго-Броусе, да, хотя, казалось бы, малоизвестный специалист, но все-таки легенда того же Андерлехта, как игрок в золотые его годы. Ну, во-первых, опять ты употребил слово легенда. Понимаешь, не было в Андерлехте в золотые его годы, кроме Реба Робби Ремсенбринга, ни одного человека, который попадает под статус легенды. Не было ни одного. И сам Андерлехт легендой не является, хотя он действительно был года два одним из сильнейших клубов Европы. И Суперкубок выиграл. Обрати внимание, сколько сейчас, я вот как бы, пусть на меня обижаются артисты, но сколько стало народных. Раньше их столько не было, понимаешь, при Евстигнееве, Джигарханяне, там, да, Олеги Борисовича, в том-то и дело. Здесь слишком легко стало. И сейчас все идет к тому, что мы, во-первых, хотим кого-то назвать легендой. Это выскакивает из нас уже без нашего ведома. А какая легенда? И мы говорим опять топ-тренеры. Топ-тренеры какие, простите? Марчелло Липи? Не поедет. Который съел килограмм молодильных яблок. Кто? Да, не знаю. Вот. Сколько их тренеров топ? А я убежден, что для большинства количество топ-тренеров, ну, оно там измеряется сотнями. Понимаешь? Ну, давай посмотрим с другой стороны на этот вопрос. Ведь действительно, это не самые лучшие тренеры, которые работают там. Крепко обученные, какие-нибудь французы, там, да, голландцы. Они едут. Почему? Потому что они отличное представление имеют о тактике. Валерий Кузьмич. Человек с прекрасными человеческими данными. Который умеет, да, вокруг себя собрать коллектив, объяснить. Да, не владея языком. Он, так сказать, на одной мимике и на нахмуривании бровей сумеет это сделать. Он интеллектуал. Понимаешь? И мне кажется, что вот это все, оно тоже должно учитываться. Там больше, как говорится, и не надо. Возьми, ну, да. То есть написавший нам Алекс прав на самом деле. Прав и ты, говоря, что они туда не поедут. Ну, я же говорю о вопросе о формулировках, понимаешь? Возможно, что, условно, у Гвардиола не получилось бы то, что получилось у Непомничьего, к примеру. Да, конечно, конечно. Конечно, об этом идет разговор. Потому что Африка это, ну, это своя специфика. А почему? Ну, кукуруза у нас не выросла, например, понимаешь? Беда, коль, да, пироги насчет печи сапожника, а сапоги точать пирожник. Каждый должен заниматься своим делом. Хосеб Гвардиола, кто это такой? Это не тренер, волшебник. Это не человек, который прикоснется к чему-то, и все должно превращаться в золото. Это не царь Медас, да? Вот, но он действительно продолжил дело Круифа в Барселоне. Он прививал, как плоть от плоти этой команды. Он это и делает сейчас в Манчестере. Потому и Манчестер не Барселона, потому и получается хуже. А мы уже, раз он выиграл там шесть титулов в сезон, значит, от него требуем, давай-ка нам завтра двенадцать. Плевать, что их нету двенадцати вообще в футболе. Ты нам выиграй все равно. Оленью, чтобы золото рога. И поэтому, я думаю, что с чего это он возьмет и поедет в Африку? Он миссионер, что в конце концов? Зачем? Он и так-то выбрал самый трудный путь из всех возможных, понимаешь, поехав в Англию, на самом деле. Кто ему мешал, допустим, в Италии сейчас выиграть все подряд с любой командой? Ну, практически. Ему же любую предложат. Ну, если только на старости лет. Как тропатный, к примеру. Потому что нужен вызов человеку, да. А ехать вызов в Африку, это надо быть доктором Аболитом, понимаешь? Поэтому, естественно, вполне. Там все-таки растет футбол. Там действительно интересные люди. Там, если ты приехал тренером, да, ты действительно взглядом там понимаешь, что происходит в футболе. Но это не миссионерство, на самом деле. Туда идут тренеры. Все-таки не средние, нет, но не абсолютный топ. Другое дело, что слово топ, я бы его применял осторожнее. Так, будут ли показывать чемпионши? Будут, скорее всего, показывать по Евроспорту, как я понимаю, потому что здесь люди хотят следить за халом. Естественно, за хал-сити... Я пока не знаю, будут или нет, потому что на этот сезон контракт был у Евроспорта, да, а теперь он был в прошлом году, и люди хотят следить за халом. Ну, возможно, этого хватает. Раз подписали в прошлом году, значит, уж теперь-то, когда люди хотят следить за халом, логика в этом есть, Игорь, я согласен. Но контракт не двухгодичный был, по-моему, годичный был у Евроспорта, да? Я не ошибаюсь? Вот я, честно говоря, не знаю, уточнить надо. Ну, в любом случае, за халом люди будут следить. Но мы сейчас не о контрактах, да, телевизионных, мы о Слуцком и хал-сити. Очень интересно, очень любопытно будет посмотреть. Любопытно. Мы уже говорили неделю назад об этом с твоим коллегой. Мы говорили с тобой об этом две недели назад. Не, подожди, мы говорили неприменительно к халу. Мы трогали немного Сандерлин. Да, мы говорили о чем-то подобном. Понимаешь, вот я сегодня даже как-то и в Твиттере разродился, так сказать, соображением насчет того, что мне кажется, Слуцкого сейчас слишком много. И сам Леонид в этом ни капли не виноват. Так живет сейчас медийное пространство. Понимаешь, раз первый человек, значит, каждый четвертым, седьмым или двадцать девятым должен отметиться, должен написать или хотя бы, как теперь говорят, ретвитнуть что-то. На самом деле мне совершенно непонятно, как у него там пойдут дела. У хала бюджет какой? Игроков у него сколько в заявке? Ну, в том году было тринадцать, в этом будет побольше, да, изначально. Дальше. Вроде бы напрашивается, что может Челс кого-то в аренду отдать, и тема эта муссируется, но это слухи, это надо делить на шестнадцать. Может быть, правда, и может, нет. Дальше. Как укрепятся конкуренты? Дальше. Какие задачи мы со своих диванов поставим перед Леонидом? Ну, понятно, только выйти. Понимаешь, когда великий Виктор Саилович Анопко играл за Авьеда, нам же было мало. Ну, что это за Авьеда? А как он там делал, просто буквально улету отворачивал голову, и никто об этом уже не помнит. Понимаешь, нам подай топ, чтобы было селебрити, чтобы было все это громко, чтобы было это на передовицах. Поэтому я думаю, что в России перед Слузским вот так вот болельщинскую задачу, кроме как выход, никто не поставит. А это очень непросто. Поэтому я не знаю, как у него пойдет. Любопытно, да, то, что за Халл я буду болеть, потому что я с большой симпатией к Леониду отношусь, вот, это точно. Но мне кажется, уже идет перекорм. Понимаешь, вот, а дальше будет больше. Дальше это будет больше. Ну, например, допустим, сейчас прошла первая волна, перестали люди ездить в попытках получить интервью. Ну, кто-то поехал в командировку, бах, там Слузский. Ну, давай селфи. Все это тут же в Твиттере, так сказать, да. Все это обсуждается. Дальше. Он дал интервью к какому-то по английскому изданию. Все это моментально переводится, все это появляется у нас. Это правило игры, это будет. Я хочу ему пожелать, чтобы это не давило на него атмосферный стол больше, чем, как играл Стаббендер, на других граждан. Поскольку он человек очень открытый, он всегда идет на контакт, он всегда готов к беседе. Мне, представляется, полезнее для дела будет немножко закрыться. Но это мое мнение, я ни в коем случае не вправе никому советовать, как поступать, да. Но мне, представляется, сейчас идет перебор. Слишком эстрадно все это подается, на самом деле. А там работа непочатая. Юрий Альберч, а мне кажется, вот ты в этом прав, но можно вспомнить, что его и перед чемпионом Европы было очень много. Слудского. Ну что, он хватал всех за рукав просто, простите, не спал ночей. Его хватали за рукав. Пустите меня, ребята, в что, где, когда, что? Нет, его хватали за рукав. Конечно, в том-то и дело. А он не может, он добрый мужик, понимаете, какая штука, да? Это в какой-то степени помешало? Я бы хотел увидеть, как бы так схватили Лобановского или Виктора Тихонова в хоккее. Понимаешь? В какой-то степени ему помешало другое. Помешало просто, вылетели ключевые люди, и мяч в атаку доставлять было некуда. Да, я считаю, что катастрофа случилась с Загоевым. Очень неприятно было с Денисовым, а то, что Смольников оказался не готов. Все варианты доставки мяча в атаку, кроме длинного, вот, голубиной почты, они оказались нерабочими. В этом все и дело, на самом деле. Ну что ж, Дмитрий Томниковский в студии появился. Это значит, новости спорта у нас. Дим, привет. Да, всем добрый день. Итак, система видеопомощи футбольным судьям хорошо зарекомендовала себя на молодежном чемпионате мира, который завершился в прошлые выходные в Южной Корее. Об этом журналистам сообщил глава судейского департамента FIFA Массимо Бузако. По его словам, во время турнира было 12 решений, принятых на основе данной системы. Пять из них касались определения офсайда, а семь нарушений правил. В итоге семь из 12 решений повлияли на результат игры и, возможно, турнира, отметил Бузако. Ну и также он подчеркнул, что цель FIFA использовать эту систему на чемпионате мира в будущем году. Я напомню, что эта система будет использована и на Кубке Конфедерации, которая стартует уже в эту субботу. Отмечается, что на каждом матче турнира будут работать два видеосудии и специальный помощник, который будет следить за определением офсайда. Видеосудии на Кубке Конфедерации смогут посмотреть повтор с 30 камер. У меня сейчас вот этот доклад, цитируемый прекрасного опрошенного арбитера Бузаки, вызвал воспоминания о Михаиле Михайловиче Жванинском. Помнишь, когда наш цех хронически отставал, теперь он хронически опережает и задолго до срока успешно встретил Новый год. У меня мозг плавится. К чему эти 7,5? Почему Бузака не скажет это человеческим языком? Что все нормально прошло, так сказать, и будем дальше. Тут не надо оперировать цифрами. Хорошо, хоть 7,5 не получилось, правда? Нет, он, собственно, и сказал, что она хорошо себя зарекомендовала. Почему не поставить точку-то? Я просто решил расшифровать именно, чего касались данных решений. Он говорит об этом, на самом деле. Да прекрасно, это время давно настало, правда ведь? Кстати, лучше бы он сказал, что чемпионат был отличный. А вы смотрели матч Англии-Франции, товарищеский, который был на днях? Я думаю, он заслужит отдельного разговора, потому что очень сильное впечатление. Но я еще про молодежку не сказал, потому что мне очень понравился этот чемпионат. Это было загляденье, это было не оторваться в удобное время, по утрам. И я получил громадное удовольствие от многих матчей. Не 7,5, не 5,7, а процентов от 90. А финал вообще был восхитительный. Нет, я почему про Англию-Францию заговорил, там же тоже пробегали к видеопомощи. Да-да-да. И повторы, которые показывали по телевизору, не давали четкого понимания, было пенальти, когда удалили варана или нет. У меня по этому поводу, я уже занудой стал, очень давно есть свое мнение. Мне представляется, что футбол показывают сейчас, да вообще спорт показывают, как кино. Потому что выбитый зуб или текущий пот, или вращающиеся там глаза, они ценятся больше, чем автор голевой передачи. Поэтому садятся режиссеры-киношники. И саму игру они показывают намного хуже, они эмоции показывают лучше. Я говорю, что в идеале в конце этой линейки, куда придет Спилберг или Тарантино, подвинет, ребят, ну-ка скажите, я эмоции всяко покажу лучше. И ведь покажет лучше. Именно поэтому. Тут судья не при чем. Потому что если телевизионщики, да, причем французы работали. Они чемпионы мира показывают футбол. Но им трудно придумать, чтобы на показ матча Франции-Англии во Францию приехал бы режиссер откуда-нибудь там из берега слоновой кости, правда? Вот. Это француз показывал. Французы показывают футбол лучше всех на свете. И даже при этом они, вот видите, испытывают такие сложности. Ну, хочется верить, что вот, как я уже сказал, 30 камер. За полтора 30 камер. Из них 26 будут показывать эмоции. В том-то и дело. Имеет значение работа первой камеры. Вот той самой главной, которая скучная, которая общая плана, которую, как когда-то говорили еще в интернетовской эпохе и жизни муравьев. Знаете, вот висит дирижабль там вот такая. С высоты птичьего полета. И едут в Тур-де-Франц. Да-да-да-да. Тур-де-Франц. 6 часов они едут, и ничего не понятно, кто там впереди. Кто там едет в майке лидера, кто там, так сказать, в них одинаково или нет. Вот. Как вы любите повторять, крупные повторы врут. Врут. Я, во-первых, говорю, часто врут. Всегда? Ну, я говорю, суперкрупные повторы. Часто, понял. Игорь, во-первых, я говорю, часто они всегда. Часто, часто. Суперкрупные повторы врут, потому что они там начинают... Ну, сами, посудите, один и тот же эпизод с двух разных точек, допустим, вот в Рапиде, да, он оставляет абсолютно полярное впечатление, нет? Да. В процентах в 30-40 случаях. Поэтому наилучший повтор, какой может быть, на мой взгляд, это замедленный повтор с той самой первой... В процентах в 70 случаев это повтор с той самой первой камеры, только, естественно, замедленной во времени. В чистой игровой ситуации. А лучше еще с камеры, которая будет укреплена на арбитре. Ну да, но ты посади туда человека, который знает правила, так сказать, да, лучше арбитра. Понимаешь, и футбол понимает лучше, чем Йохан Круив. И пусть он за этой камерой сидит. Тогда да, тогда он даст себе повторы. Но если мы показываем кино, в каком понимании может идти речь? Ну и несколько новостей из клубного футбола. «Зенит» сегодня отправился на сбор в Австрию. Отмечается, что вместе с командой не полетели нападающие Артем Дзюба и Александр Киржаков. Дзюба, напомню, восстанавливается после травмы. А у Киржакова в конце июня заканчивается контракт с петербургским клубом. И будет ли ему предложено новое соглашение, пока неизвестно. Всего 27 футболистов взял с собой Роберто Манчини. Количество контрольных матчей и соперники «Зенита» будут названы позднее. И вот еще появилась информация, что полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в Ростове. Как сообщает издание «Фонтанка» клуба Санкт-Петербурга «Адас Ховбека» в аренду на год. Ростовчан. Я буду только рад, потому что мне очень нравится этот футболист. Я считаю, что выиграв, может быть, в сумме контракта, да, он недополучил, во-первых, в игровом времени в «Зените», а во-вторых, в своем почти эксклюзивном. Я считаю, что вот Глушаков, Зобнина и Юсупов, три у нас человека, которые с таким объемом работы могут выступать. А там у него задача какая была, так сказать, да? Отцепляйся, отбирай. Вперед есть без тебя кому сыграть. Сначала был вид «Цельта», скажем, ну, вот. Поэтому я думаю, что... Ну, с точки зрения развития, с точки зрения там потенциального игрока, а может быть, и реального игрока сборной России, год пропал. Ну, и футболиста, которого мы, может быть, уже забыли, но который был одной из звездочек нашего чемпионата, Александр Зинченко, который является игроком Манчестер-Сити, но, правда, за первую команду горожан так ни одного матча и не провел, может продолжить карьеру в Галатасарае. Напомню, что в минувшем сезоне он на правах аренды выступал за ПСВ и там 17 матчей провел во всех турнирах. В Голландии сделал три голевые передачи. Неплохо. Хотя, честно говоря, не знаю, что лучше, ПСВ или Галатасарай. Это мы себя примеряем. Не, Зинченко. Лучше всего игровое время. Доверие тренеров и... исполнение стандартов и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, это были новости спорта. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Юрий Розанов, комментатор Матч ТВ, сегодня на Спорт-ФМ. Посмотрю, что вы пишете на наши мессенджеры. 925-4-2-93-2. Слышно ли что-нибудь про московское Динамо? Да нет, ничего не слышно. Только что у Андерсона подписали. А так, в принципе, я не думаю, что... Мало, что ли? Для нынешнего Динамо это вполне. Мало, что ли? Очень серьезный трансфер, на мой взгляд. Они занимаются, готовятся. По-моему, нормально абсолютно. Пока да. Пока, в общем-то, никто практически... Ну, если не считать Зенита, да... Как только Динамо начинает покупать игроков, так сказать, пачками... Становится страшно. Вроде Рубина прошлогоднего. Так это заканчивается плохо, в конце концов. Поэтому нормально. Мне кажется, вышли ребята красиво, да? Не стали болельщикам нервы трепать. Задолго, с игрой, забивая. Вот. Вот, попутно там еще ряд игроков, начиная от Панченко, да, теперь уже любимцы у болельщиков. Что трудно, вообще, чего трудно в динамовском болельщикском лагере добиться. Потому что это, как говорится, люди измученные Нарзаном уже, да, в плане регалий, в плане побед, так сказать. Поэтому я сколько знаю болельщиков Динамо, это люди, это мастера черного юмора, на самом деле. Над собой посмеются, над соперником всегда. Поэтому... Нормально, нормально. Главное, не ставить задачу, войти в Юрокубки немедленно. Значит, играть себя спокойно, без какого-либо риска вылета. Зацепить там одно дерби, например, в московской сезоне, неважно у кого и как. Первое. Я не знаю, но опять начинается. Первое, а потом второе. Нимфоманство, очень вредная штука, на самом деле. Ну, в футболе. А по поводу Дани, вот на тот взгляд, Юрий Альбертович, это был бы интересный вариант возвращения в Динамо? Или все-таки все, ломаный-переломанный? Ну, я не знаю, хорошо или плохо это было бы. Нет, он ломанный-переломанный, но он умеет переключать скорости командной атаки. Ломанный или переломанный? Там мозгов больше, чем бойной команды вместе взятой. Вот. Поэтому могло бы получиться, а могло не получиться. Мы же не знаем, насколько ему там больно, сколько он пропускает по полсезона каждый раз. Поэтому тут тоже надо все взвесить. Любопытно, это было бы красиво, это было бы похлеще Склудского в хале. Сейчас бы, так сказать, только об этом бы порталы и рассуждали неделю-две. А до дела бы дошло и неизвестно. Тут надо быть либо Даня, либо, так сказать, человеком, который будет вести переговоры. Надо досконально медицинскую карту его смотреть. Но история была бы красивой. Как история красивой, вопроса нет никакого. 925-4-2-93-2. Задавайте свои вопросы Юрию Розенову. Также можете присылать вопросы на СМС-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Ну, а мы пока ненадолго прервемся. Реклама Артем, дизайнер из Санкт-Петербурга, продал в CarPrice свой Lexus RX 2012 года за 1 миллион 849 тысяч рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru Как трейд-ин, только выгоднее. А электрику в квартире я сделаю сам. Мосэнергосбыт предупреждает. Не будь экстремалом. Звони профессионалом. Замена проводки, реконструкция, электросчета и многое другое. До 15 июля действует скидка 10%. Подробности акций и условия предоставления скидки на meselectric.ru. Акция действует на территории Москвы и Московской области. Хот-дог-пицца! Хот-дог-пицца! Как закажем в Сити-Пицце, будем веселиться! Сити-Пицца представляет аппетитную, оригинальную, фантастически вкусную пиццу с хот-догами. Вводите промокод SPORT-FM и получаете скидку. Ой, вы люди добрые, что же это творится? Думал, привезут хот-дог, а казалось, пицца! Закажи прямо сейчас на сайте сити-пицца.ру и по телефону 495-925-33-33. О, Американ Сити-Пицца, Москва, Малый Левшинский, 10. ОГРН, 102, 77, 39, 22, 98, 25. Ищите, где выгодно купить новый Samsung Galaxy S8 или S8 Plus? Только в июне. Во всех магазинах электроники KnowHow. Новые смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus с безграничным экраном. Можно купить в кредит без переплаты. Подробности в магазинах KnowHow. KnowHow. Поговори с экспертом. Предложение действует до 30 июня 2017 года. Кредит предоставляет банк-партнер ООО «ХКФБА». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 216. Удорожание товара приобретенного в кредит не происходит за счет скитки продавца в размере 6% от первоначальной стоимости товара. Есть вещи, о которых знают все. Что таможня дает добро и что Петрович жжет! С 29 мая по 30 июля обои цветные виниловые «Элизиум» всего 199 рублей. Строительный и торговый дом Петрович снова жжет! ГАЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ представляет жилой квартал «Достояние» в Кунцево. Видовые квартиры с высокими потолками, пентхаусы с террасами, собственная территория с пространствами для отдыха. Достояние. Лучший строящийся квартал бизнес-класса по версии «Урбан и Вёрдс» 2016. Успейте купить квартиру по выгодным ценам от 9,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 495-725-5555. Проектная декларация на сайте достояния.ru. Зао Кунцево «Инвест». Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Ко-президента есть право своим распоряжением предоставлять госохрану лицам, занимающим госдолжности. Полностью такой список засекричен. Берлин и Вена выступили с критикой возможности расширения американских санкций против России. Это следует из совместного заявления главы МИД Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна. По их мнению, целью новых ограничительных мер влияет попытка убрать с рынка российские энергоносители, а также продавить туда американский изжиженный природный газ. Политики отмечают, что такие действия угрожают энергобезопасности Европы. Далее о спорте. Сборные Бразилии и России по футболу могут провести товарищеский матч в преддверии чемпионата мира. Бразильцы хотят сыграть именно в России, чтобы адаптироваться к климату и российской культуре. Об этом пишет издание «Глобоэспорте». Встреча может состояться в ноябре этого года или в марте будущего. Напомню, что бразильцы уже гарантировали себе место в финальной стадии мирового первенства. Курс валют далее. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара. На завтра повышен 57 рублей 44 копейки. Европейская валюта также растет в цене 64 рубля 28 копеек. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о трафике в Москве. Погода спровоцировала очень серьезные пробки. 8 баллов сообщает сервис Яндекс. Пробки и ситуация на кольцах МКАД обе стороны 8 баллов. Трешка садовая по 10, бульварная 9. Крупнейшие пробки внутренняя сторона трешки. А шарикоподшипниковская улица до Шеремицкой. 2 часа 20 минут. Внешка третьего кольца от проспекта Андропова до шоссе Энтузиаста в полтора часа. Внешка садового кольца от площади Курского вокзала до Красно-Пролетарской. Час 30. Также примерно столько же в Нешкомкад от бесединского путепровода до щелчка. До Кубка Конфедерации осталось два дня. Актер, сценарист, телеведущий Сергей Светлаков. Посол чемпионата мира. В сборную Камеруна жду чуть больше, чем все остальные. Я жду, когда наконец-то я увижу не на поле, но на трибуне прожемила. Этот звездный футболист ассоциируется просто с мировым футболом. И в детстве, конечно, я был просто фанатом. Видя, как он каким-то крутым командам легко забивал по два, по три мяча в одном матче. Ну и плюс приятно осознавать, что это мой крестный. Наконец-то я с ним увижусь. Спорт.ФМ. Мы делаем спорт ближе. А сейчас 100% футбола. Юрий Розанов, комментатор Матч ТВ. Сегодня в студии Спорт.ФМ. Это программа 100% футбола. Меня зовут Игорь Катманов. Вот чего только не узнаешь. Да, Рожемила, Крестный, Светлакова. Это, конечно, шутка была. Хотя за крутые команды он, кстати, поиграл. Ну, заотносительно. Он же долгое время в чемпионате Франции выступал, впрочем, как и многие камерунцы. Любопытнее всего, что когда он выступал действительно во Франции, то интернет об этом рассказать не мог. Поэтому, так сказать, да, в свои 40 лет, там, или 41-42, он приехал, в общем-то... Ну, писали, что он во Франции играл, но никто его там не видел. Хорошо он играл, плохо ли он там играл. А вот то, что он сумел на пятом десятке, видели все. Правда? И это вполне достаточно. И запомнили все. Я, Сергей, абсолютно согласен, что это действительно выдающийся футболист. И были у камерунцев такие. Вот другое дело, что сейчас вот таких, или даже полу-таких в составе команды нет. Кстати, если... А между тем чемпион континента. Да, но, опять-таки, если пробежаться по составу таких... Абакар, главная звезда. Который, кстати, по-моему, если мне не изменяет память, на Кубке Африканских Наций не в основе выходил. Хотя он выходил и забивал именно на замену. Вот так его использовал тренер Уго Брос. Ну, они могут достаточно хорошо построить оборону. Они могут выдержать большой объем движения. В Африке этого может хватить. А соперник больше ошибется. Вот они против Колумбии вышли. Пожалуйста, четыре получили, да? И это не были четыре, которые Бразилия забила Австралию. Когда просто австралийцы играли на равных, там, 65-70 минут. А потом немножечко просто концентрация просела, и тут же получили три. Вот, это действительно было поражение по всем статьям. То есть у меня довольно-таки скромные ожидания от сборной Камерона на Кубке Конфедерации. А вообще больше стоит этот турнир воспринимать именно как соревнование, да? Как престижный турнир или все-таки как смотр страны, которая будет принимать чемпионат мира. Почему опять Илья? Чему нельзя и так, и этак? Почему мы должны опять в этот двоичный код влезать и прибиваться либо к одному берегу, либо к другому? Почему не поплавать между ними? Ну разве в душе человеческой, душе болельческой не хватит места и тому, и другому? Да хватит и еще останется, понимаешь? Поэтому я воспринимаю и так, и этак, абсолютно. А там дальше каждый пусть выбирает сам. Если угодно, или, ну хорошо, выбери как смотр. На втором этапе, если два матча закончатся со счетом 0-0, 1-0, все начнут кривить губу. И говоришь, во, ну конечно, что это, да, да, только чемпионат мира, да только со всеми живыми там звездами. Вот то, что мы будем смотреть. Поэтому я не знаю, мне интересно. Мне интересно. Я не помню случая, чтобы я куда-то там выходил, во что-то играть, так сказать, на своем уровне, далеко не таком. Да, да, и чтобы просто так вот отбыть номер там, постучать и все. Все одно же заводишься, все одно же играешь. Поэтому будет борьба, будет интересно. Приедут, остаться из Новой Зеландии, как говорилось в известном фильме. Вот. Интересно все, конечно. Ну конечно, статус. Кстати, вот FIFA, за многое мы ругаем, но Кубок Конфедерации за последние годы все-таки статус-то поднимается, правда? Вместо такого показушно-товарищеского турнира, фестиваля молодежи и студентов, он обрел соревновательную все-таки какую-то футбол. И выиграть стало, победить ему стало круто. Да, потому что первые это вообще только в Саудовской Аравии проводились. Конечно, конечно, конечно. И это я уже рукоплещу Федерации футбола международной. Вот мы много говорим о том, а как нам ментальность менять? А потихонечку, шаг за шагом. Ты обратил внимание, наш коллега тут вспомнил матч сборной Франции и Англии, так сказать, да? Только ввиду, ну это под новостейный выпуск ложилось, вот, использование видеозаписи. А матч-то какой был? А ты в многом видишь матчи, где команда выходит играть тридевятым составом товарищески? Практически нет. Их становится все меньше и меньше, меньше и меньше. То есть статус даже этих товарников, никому не нужных, как мы говорим, он тоже повышается в последнее время. Может, пока это еще не очень заметно, не так, как в Саудовской Федерации, но это тоже работа международной Федерации. Вот эта ментальность, как бы, и Гродская сначала, а потом и Баллическая будет тоже, она потихонечку меняется. Не за два дня, как мы, русские, хотим. Ты не уверен на здоровье. Из-за количества матчей просто. Да я тоже не уверен, Игорь. Но понимаешь, в чем дело? Я тебе могу сказать, если ты почитаешь за последние 5-6 лет, когда больше всего в среднем выходило игроков настоящего основного состава, то этот год будет первым. А за ним будет идти прошлый. Понимаешь? То есть когда-то мы увидим... То есть вот есть туда маленькое движение. Я не хочу сказать, что они будут рубиться в кровь, выставлять всех лучших, и мы забудем про чемпионат мира, потому что у нас челюсть отвиснет до колен от удивления. И так обратно и не встанет. Я не хочу этого сказать. Я не хочу этого сказать, но потому что матчей было мало, потому что народ не был перекормлен. И чемпионат мира тогда игрался, 16 команд в финальной стадии. И я очень как бы грущу, что сейчас этого нет. Понимаешь? Тогда действительно был чемпионат, потому что тогда пробиться было, надо было играть все эти годы, практически невозможно. И во-вторых, потому что раундов плей-офф там было всего-навсего, ну на два меньше, чем теперь. Понимаешь? Ну вот сейчас тоже, по сути, чемпионат, только отбор передвинули на финальную часть. Какую-то часть отбора, можно сказать. И в месяц один законопатили. Ну, да. Ну вот да. Понимаешь, а что в этом хоро? Ну ладно, это... Обратимся к нашему опросу. Смогут ли африканцы дойти до полуфинала чемпионата мира в ближайшее время, но на ближайших двух турнирах, так скажем. И пока что... Ну, в Катаре, если там будет жарища, вроде бы должна быть жуткая, но там... Кондиционеры. Кондиционеры, да, и поэтому тоже очень сильно там не поиграешь. Кстати, очень интересно, как они вообще будут играть при кондиционерах в футбол. Нормально будет только. Потому что, ну, там... Я тебе уверяю, там кондиционеры, у кого надо кондиционеры, понимаешь, там они будут поддерживать определенную температуру, а не сделают тебе 13 градусов и ветер. Кстати, любопытно вот по поводу всей этой жары и всего остального. Знаешь, когда-то я это услышал от Юлия Александровича Севидова. Давай тоже вспомним добрым словом, да, его. Вот. А ты знаешь? Юра, ты знаешь, вот как-то появилось все вот так голландцы, почему начали играть? А знаешь, моя любовь-то, да? Вот. А в 70-м году бразильцы, так сказать, ну, они там... Помнишь, два титула выиграли, решили, что они теперь могут вообще носки не менять, потому что они не пахнут, да, они чемпионы мира. И потом Висенте Фиолы в 86-м вроде как добирался кружным путем, чтобы не убили, да, так сказать, после вылета. К 70-му году они подготовились, и вот в этом среднем темпе, а там на Среднегорье в Мексике играть, ну, наноситься постоянно нельзя, потому что просто умрешь. Вот. Они показали превосходство технического оснащения своего, индивидуального. Это вот Средний Александрович говорит, а я, да, 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 киваю, киваю, голова. Говорит, подумали они голландцы, а как с ними бороться? Индивидуально. Нельзя. Поэтому как можно быстрее расставаться с мячом? Касание максимум полтора. А ты все. И выросли скорости. Ну, это не единственная причина, как бы, да, это тотальный футбол, он тоже там зрелый и имеет массу составляющих. Но одна из, то есть отправная точка великой сборной Бразилии 70-го года, как мишень, которую надо иметь в виду, чтобы что-то ей противопоставить. То есть поиск голландцев от этого футбола, он отчасти был и методом борьбы не просто против. Та команда была великая у Бразилии. А если вот такая будет, что с ними делать вообще? И вот начинают думать, что, а как можно, понимаешь, работали голова, так сказать. Не только три центральных защитника, бей вперед, игра придет, понимаешь, в чем дело, и минимум ошибок, да? Любые команды великие к этому подталкивают. Даже Барселона, да, Гвардиоловская, тоже подтолкнула. Все Барселоны на свете после середины 70-х, это Барселона и Ринуса Михелса. Хочет этого или нет? Потому что до того, как он туда приехал, никакого тотального контроля и мяча там не было. Они играли, как тот же Бильбао, только немного сильнее. Вот и все. Понимаешь, это абсолютно голландская футбольная философия. Вот та самая. Потом приехал Круив, потом приехал Нескинс. Ну, три самых великих голландца, да, всех времен и народов, понимаешь? Да они бы еще не проявили Барселоне этот стайл. То есть Барселона голландская команда? Да. Без сомнения. Так, посмотрим, что вы пишете. Нам, добрый вечер, Юрий Альбертович. Юрий Альбертович, как вам выход с Кахабаровск? Это, я так понимаю, нам из Хабаровска сообщили. Для меня неожиданно. А там дальше поглядим. Это случайность или плодотворная работа? Почему опять или? Это, безусловно, плодотворная работа – это то, что они дошли до стыковых матчей. Вот в чем плодотворная работа. А когда два матча подряд завершаются со счетом 0-0 и решаются в серии пенальти, но давайте мы тогда вот опять попытаемся сделать, что иначе быть не могло. Потому что Кахабаровск – круто. Выиграли, красавцы, так сказать, да, но могло же быть и иначе, совершенно легко и просто. Про Линделёва спрашивают, хорошее ли это приобретение для Манчестер Юнайтед. Ну, насколько я знаю, его Мауриню хотел чуть не сразу покупать, как только появился там. Возрастной, разумный, с холодной головой, грамотный, обученный, вот, и физически достаточно сильный. Хороший защитник, хороший. Он умеет, кстати, вот защитника такого вот под топ уровня, да, выводить в настоящий. Вот что Мауриню умеет очень хорошо, так это организовывать игру в обороне. Хорошая школа. Реклама. Вы уже успели полюбить свою новую квартиру, но это ещё не повод привязываться к старой ипотеке. Рефинансируйте договор в Газпромбанке на более выгодных условиях и оставьте старую ипотеку в прошлом. Условия рефинансирования на сайте газпромбанк.ру. Банк ГПБАО. Генеральная лицензия Банка России номер 354. Не является офертой. Поймать волну, разогнать эмоции до предела и стать обладателем Сузуки Витара от 965 тысяч рублей. Сузуки Витара. Большие планы на лето. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует по 30 июня 2017 года на автомобиле Сузуки Витара 2017 года выпуска. Подробности на suzukidefismotor.ru Спорт. Это не только болеть за любимую команду. Это тренировки и пробежки. Это образ жизни. Следуй ему вместе с разделом Lifestyle на чемпионат.ком. Категория 18+. Бизнес нередко заставляет вас выйти из зоны комфорта. Элегантный седан бизнес-класса Lexus ES всегда возвращает вас в атмосферу безукоризненной роскоши. Только в июне Lexus также создает для вас особо комфортные условия покупки Lexus ES. Не упустите выгоду 200 тысяч рублей по программе Lexus Trade-In и специальное кредитное предложение с привлекательным ежемесячным платежом. Подробности на Lexus.ru. Количество автомобилей ограничено. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк». Комментатор Матч-ТВ Юрий Розанов. В студии «Спорт-ФМ» меня зовут Игорь Катманов. И к нам присоединился Дмитрий Томниковский. Это значит новости спорта. Дим, слушаем. Да, спасибо. Еще раз добрый день. И так, как известно, Владимир Путин сегодня провел прямую линию. Глава государства в течение четырех часов отвечал на вопросы граждан. Ну и, естественно, в какой-то момент речь зашла и о спорте, в частности о футболе. И Владимир Путин увидел в зале известного российского специалиста Валерия Газаева, который ныне является зампредом комитета Госдумы по спорту. И обратился к нему. Давайте послушаем, что из этого получилось. Я вижу Газаева напротив. Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы футбол играть или нет? Действительно. В преддверии чемпионата мира. Я сам обеспокоен этим. И вот Кубок конфедерации, который пройдет, будем надеяться, что новая, молодая сборная сыграет удачно. И мы получим все удовольствия. Ну, конечно, вам большое спасибо. Я знаю, в 2010 год вспоминаю, когда ваш авторитет, ваше внимание способствует тому, что мы получили право проводить чемпионат мира. У меня вопрос такой. В преддверии чемпионата мира российский футбольный союз заявил следующее, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной. Поэтому имеет смысл поставить следующую цель. Популяризация футбола вне зависимости от результата национальной сборной. Мне кажется, что если мы такие задачи будем ставить, то, конечно, Владимир Владимирович, мы ничего не добьемся. Конечно, вот тут было сказано, мне хочется, чтобы вы повлияли на этот результат, особенно на сборную. И вот как ваше мнение, Владимир Владимирович? Какой результат должны показать наши сборные? И как выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира? Валерий, я хотел от вас это услышать. Как вы так ловко мне мячик перекинули на мою сторону? А я вам могу честно сказать, у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович. Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены. Чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе. Ну, кстати, последние игры сборной показывают о том, что потенциал все-таки у нас есть. Ну, и также Владимир Путин отметил, что в российском спорте слишком много легионеров и мало внимания уделяется вопросам развития детского и юношеского футбола. Также президент отдельно отметил при этом владельца Краснодара Сергея Галицкого, который проводит большую работу. Стадион построил, футбольную школу создал и так далее. А как поспоришься с этим? Никак. А как Галицкого не отметить? Давайте мы отметим, конечно. Ну, и следит. Сие правда. И следит. И следит. Но опять же, вот, видишь... И за результатами даже сборной следит. Говорю, что очень трудно свести воедино. И мне тоже не очень понятно, Олег Георгиевич говорит, что либо популяризация, либо первая сборная. А что они вместе-то? А, кстати, популяризация зависит от выступления. Популяризация – это отдельная штука. Удачная или нет? Восступление первой сборной – другая штука. Первая влияет на второе. Популяризация повлияет на выступление первой сборной лет через цать. Мы же русские, мы ждать не умеем, так сказать, да. Поэтому даже в сказке помнишь, там, Иван, так сколько его, три дня бы еще потерпел, так сказать, да. А потом смерть Кащева ищи. Вот. Поэтому мы все хотим сразу. Мы все хотим сразу. А постепенно популяризировать, не думая о том, как это послезавтра скажется на результатах главной команды. И самое главное, как мы об этом отрапортуем, понимаешь? Мне кажется, работайте, 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 работайте. А потом не заметишь, как. Глядишь там уже и в первую команду, что-то станет хорошо. К другим темам. Как вы слышали из общественно-политических новостей, Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает местная СМИ. Отмечается, что это может случиться либо в ноябре текущего года, или же в марте следующего. Для сборной Бразилии при этом важно провести матч именно в России, как в стране хозяйки грядущего чемпионата мира. И приоритетным вариантом является стадион Лужники. Таким образом, наверное, если это произойдет в ноябре, главная арена страны и откроется, наверное, эти матчи. События. А что, нормально? Бразильцев тоже можно понять, да, знакомиться им надо, приехать, так сказать, в атмосферу. Не бесплатно, опять-таки. А? Не бесплатно. Ну, это Игорь Язвит. Я вот только хотел вспомнить, что прошлый раз... Нет, думаю, в этот раз они бесплатно приедут. Это прошлый раз, так сказать. Ну, разговоры об этом давно ходят, да? Как мы знаем. Далее. Нападающий локомотивом Айкон не отправился на сбор команды в Австрию. Дело в том, что у футболиста истекает контракт с клубом 30 июня. Не удивляет? Что должно удивляться? Один из лидеров команды. Долгожитель. Ну, я бы не сказал, что прямо один из лидеров. Сколько матчей он в основе вышел в этом году? Так сходу не скажу. А почему? Ну, какой же, наверное, один из лидеров команды? Меньше половины. Тренер, правда, менялся у локомотива. Но и при Семене он далеко не все время играл в основном составе. Вот. Потом кого-то локомотив собирается покупать. Каких-то игроков он просматривает. Каких? Мы не знаем. Просто мы действительно залезаем в трансферы и понимаем, что траля-ля-ля-ля. Вот не поехал. Странно было бы поехать. А если бы у тебя или у Игоря был бы контракт до определенного, ну, скажем, до 1 июля. Да, сейчас поедешь на сбор, получишь травму. И в наше суровое время с тобой продлятого. Или все-таки скажешь, знаешь, дорогой товарищ, нам больной не нужен. Вот. Это не про локомотив история. Это история, что он совершенно нормальный. Киржаков так же не поехал, я думаю, по той же самой причине. Да, Зенитон? Это совершенно разумная история. Продляйте. О чем это говорит однозначно? О том, что, в принципе, вот любой ценой все бросить, да, ночевать в офисе, но подписать Майкона там до 15 июня. Такой задачи, видимо, локомотива пока что нет. Борис Ажермен отказался от трансфера нападающего в Дортмундской Баруси первой Америки Абамьянга. Я напомню, что Габонит согласовал четырехлетний контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, когда по спортивному директору парижан занимал Патрик Клюверт. Однако после прихода в ПСЖ Антеро Энрике сделка сорвалась. Новый спортивный директор клуба не хочет переплачивать Абамьянга, поскольку считает, что Форвард не стоит 70 миллионов евро, которые за него требует Баруси. И теперь ПСЖ своей главной трансферной целью на лето назвал Форвард Арсенала Алексиса Санчеса, которого тоже много отправляют во все команды и Бавария, и Манчестер Сити. Я слышал про Сити, и я думаю, что Сити должен умереть просто, но Алексиса... Я против его ухода. Мне кажется, он в Арсенале в самом большом порядке, да? Но если куда-то, вот я думаю, что Сити должен умереть просто, но его забрать, потому что это человек, который им нужен до зарезу. Потому что я с первого дня пришел, там еще Пилигрине работал. Говорю, надо Тевиса возвращать, как они хотят. Там Ювентус отдаст, не отдаст. Все равно к пару Кагуэра. Им нужен такой второй Кагуэра впереди. Тогда от них просто... С ними будет очень тяжело. Просто когда один Кагуэра, с ним разбираются еще. Когда их будет двое, например, а Алексис при этом может сыграть и там и сям. Вот. Парис Сан-Жермен, если брать команду целиком, мне кажется, у них год будет сейчас чуть ли не переломный. Потому что после победы над Барселоной дома все уже ждут, что они должны лигу выиграть. А они все-таки воронки достаточно белые. Они там не 10 лет еще в топе мировом, да? Вот. И сейчас они начнут покупать человека только потому, что он там забил в Германии столько. Я не могу понять, зачем им Абамиян. Вот зачем? Майки продавать? Он у них забьет столько же, столь? Во Франции ему ноги оторвут там. Он не забьет столько. Да, Габонец, да, он говорит. Да, это великолепный форвард. Да, он быстрый. Но если ему Дракслер там с Лукасом Моуром, с Верати там, да, поднесут, то в пустые он забьет. Но извините меня, там в пустые, я думаю, что я-то уже нет, наверное, я умру, пока добегу за чешой штрафной. А Игорь Десяточек тоже положил бы, наверное, с такой обслугой. Вот. Там все у них нормально по составу. Я не вижу, зачем им вообще пытаться, кроме пиар каких-то составляющих усиливаться. Либо они кого-то хотят хорошо продать и потратить деньги на дне медленно. Я не вижу, почему Парис Сан-Жермен должен сейчас как-то на вырост вот так вот прям покупать. Хорошо продать это Верати, видимо, да? Например. Совершенно верно. Да-да-да. А им нужен? Им нужен такой игрок, потому что Бускетс-то не вечный. Правильно? А этот отберет у любого и вперед сыграть умеет, конечно. Ну, и я посмотрел, сколько сыграл Байкон в прошлом сезоне. 24 матча. Нет, не всего. В основе. В основе не знаю, но... Но даже у Игоря Денисова меньше. Нет, ну... Я про основу говорю, потому что у меня куча мать. Нет, я про то говорю, не подписали же его. Почему? Мы начинаем логику искать. Масса матчей, когда он выходил, даже тот же ЦСКА, да, и забивал победный гол. Майкон — это человек, который пригодился в нужное время просто. Он быстрый. В старте 16. Он резкий. Ну, половину, да. Он быстрый, резкий, и на фоне усталости соперника может быть очень полезен. Он может быть полезен, потому что может играть и в центре, и на фланге, да. Он может, невзирая даже на возраст, в принципе, против тяжеловесных больших защитников соперника, там где-то между ног у них пролезать. Может, может, может. И на фоне отсутствия форварда в свое время у Локомотива. Может. Но как ты считаешь, Локомотив без форвардов вступит в этот сезон? Нет, конечно. Из явного девятого номера? Как его звать? Ну-ка скажи. Я пока не знаю. Я не знаю. Есть же Ари. Ну, есть и Фарфан. Есть и Фарфан. Как назовут настоящую девятку? Ари все-таки это не человек, который отыграет 30 матчей, там, именно на позиции башни. Фарфан тем более. Вот. Значит, будет еще. Поиски идут, наверняка идут. Спасибо. Это были новости спорта. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Продолжается программа Сто процентов футбола. Ну, в Санкт-Петербурге я, конечно, уже вынужден передавать потихонечку слово питерским коллегам, потому что там будет программа Сто процентов Петербурга. Мы с Юрием Розановым продолжим общаться с вами. Ну и как вы думаете, Кот Дивуар, что покажет на чемпионате мира, если пробьется? Ну, опять вот такие вопросы задают. Лучше на следующем, да. Пусть пробьется сначала. Да. Мы не знаем абсолютно основной состав команды. И не знаем, пробьется. На чемпионате мира, если он пробьется. Нет, мы его не можем знать. Что касается Кот Дивуара, то пока они первое место занимают в отборе в группе, но там всего лишь две игры. Пробиться они должны, конечно, по уму, потому что потенциал игровой грандиозный у команды. Вот. И просто с ними не будет никому. Но, опять же, они далеко не каждый чемпионат играют так, как сыграли с каждым 2000-каком-то там году, да. Реклама Студия за 3 миллиона 100 тысяч в Старой Москве и всего в 500 метрах от метро. Звони сегодня 495-162-71-39 495-162-71-39 Ищите нас в интернете по запросу «Квартиры в МИЦ». Застройщик группы компаний МИЦ. Проектная декларация на ГКДФИСНИЦ.РУ Пришло время делать выбор. Только до 30 июня в Дженсер. Динамичный Рейндж Ровер Спорт, элегантный Рейндж Ровер Ивок и универсальный Дискавери Спорт на очень привлекательных условиях. Выгода до 875 тысяч рублей. Не пропустите. Подробности акции по телефону. 495-788-5588 Дженсер. Выгода указана для нового Рейндж Ровер Спорт ЭЧСы с двигателем СДВ-6 при обмене вашего авто не старше 7 лет, приобретенного у официального дилера в РФ. Предложение ограничено. Для жены мужик живет, но а ей не достает. Ты проверь, стоит у вас. На столе наш шведский квас. Шведский квас домой бери и с достоинством живи. Шведский квас здоровья спас. Телефон рекламной службы Спорт ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В сообщении Совета ЕС теперь путешествующие европейцы могут звонить, отправлять СМС и пользоваться интернетом по ценам операторов в своей стране. Напомню, что Европарламент проголосовал за бесплатный роуминг в Евросоюзе в апреле. В Чечне прекратили уголовное дело против бойца ММА Мурада Амриева, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Дознаватель третьего отдела полиции в Грозно вынес соответствующее постановление. Амриева подозревали в использовании поддельных документов. Сам он говорил, что это лишь ошибка по спортистке. До этого он и его родственники обвиняли власти республики в преследовании спортсмена и пытках. В этом месяце Амриева задержали в Брянской области. Вскоре он вышел на свободу, уехал в Белоруссию, которая в итоге выдала его чеченским правоохранителям. Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов в следующем сезоне будет выступать за Ростов. Ростовская команда взяла игрока в аренду на год. Летом будущего года Юсупов вернется в «Зенит». Кроме того, Ростов может получить еще пятерых игроков «Зенита». Клуб ведет переговоры с Иваном Новосельцевым, который уже играл за Ростов до перехода в «Зенит», а также с Ибрагимом Салаговым, Робертом Маком, Маурисио и Иоанном Молу. Далее курсы валют. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара на завтра повышен. 57,44 рубля. Европейская валюта также растет в цене. 64,28 рубля. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде в российской столице. Сейчас в городе приблизительно 10 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают пасмурную погоду вплоть до вечера субботы. Все это время будет идти дождь. Температура серьезно меняться не будет. Ближайшие ночи плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 14. И в субботу синоптики обещают уже плюс 17-19 градусов. День Камеруна на Спорт.ФМ Спорт.ФМ. 100% футбола Всем привет еще раз. Меня зовут Игорь Готманов. И сегодня на Спорт.ФМ комментатор Матч ТВ Юрий Розанов. Тут по Абамиянгу Леша не согласен. Ласин напоминает, что он пришел из Франции, где много забивал. А по прошествии лет стал, думаю, только сильнее, пишет Алексей. Ну, в Сан-Татьене, по-моему, он поменьше все-таки. А дело... Алексей тоже по-своему прав. То есть он локичен. Да, я не собираюсь этого отрицать. Он растет. Но там разговор шли о мадридском реале. Не только о Парис-Сан-Жермен. Я говорил о том, что я не понимаю, зачем Парис-Сан-Жермен выбрасывать 70 миллионов, чтобы пытаться усилиться. Как он их усилит. Он усиляет Теннис-Сан-Татьен приедет, да, Парис-Сан-Жермен. А уж разговор про мадридский реал. На что место он собирается брать? Карима Бензема? Может, Криштиану Роналду? Вот я этого не понимаю. А с точки зрения того, о чем он пишет, да. Алексей логичен, конечно. Очень много вопросов набежало. В том числе и глобальных. Здравствуйте. Будьте добры, если не сложно. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу Чемпионата мира 2018. Считаете ли вы, что он действительно так нужен России? Сколько пользы принесет? Какой достал чок к развитию российского футбола? Может быть, полезнее было бы направить громаднейшие ресурсы на развитие всей системы футбола России, начиная с детских спортшкол. А потом уже, когда будут видны результаты позитивные, проводить чемпионат, ну, потом нам, во-первых, еще его и не дали бы. Ну, да. Потом нам, может быть, его не дали бы. Это то, о чем мы говорили. Понимаешь? Я не уверен, что эти деньги все целевым назначением дойдут и начнут работать, так сказать, моментально. Я не уверен в этом. Это совершенно разное, как бухгалтер бы сказал, статьи, которые он проводит. Мне вообще кажется, что к этому надо подходить проще. Получили чемпионат, так радуйтесь. Не, ну, понимаешь, вот когда таким мы то нам скажем, то люди радоваться не будут. Я считаю, что у нас много городов, жители которых звезд мирового футбола живьем, возможности увидеть были бы лишены. Вот что первое. Вот что главное. Понимаешь? Вот. Во-вторых, ну, хотелось бы, чтобы он прошел, и прошел бы хорошо, потому что организовать мы умеем. Олимпиада в Сочи тому очень яркий пример. Но освести воедино, я не понимаю, почему или, почему вот надо выбирать между этим, почему нельзя и то, и другое. Вот этого я понять не могу, на самом деле. Это ровно как сейчас про хоккей спорят. Вот только Олимпиада и только с НХЛовцами, а иначе я смотреть не буду. Да не смотрите. Почему-то, когда всему хватало места, и на призе известия биток был в 12 тысяч лужниках, да, и билеты шли у спекулянтов. Юрий Альбертович, ну, другое отношение к хоккею было. Погоди, погоди. Но в то-то время мы как раз вот и всех обыгрывали, включая канадцев. Да. Понимаешь? Вот ты не видишь никакой связи между этим. Это степень любви к виду спорта. Мы часто говорим, футбольная мы страна или нет. И когда Слуцкий сказал, что мы страна не футбольная, то они опять накинулись, нашикались там и все такое. Да, он правду сказал. Я про это говорил, другое отношение к хоккею. Степень любви к футболу у нас ниже, чем в Англии, Испании или Италии сейчас. Это просто обсуждать глупо, понимаешь? Ниже. Никто не обсуждает. И еще щелчком никаким, никаким указом, никаким ты за год ты ничего тут не сделаешь. Это надо опять воспитывать. Это где-то потеряно, где, пока не знаю. Но мне кажется, потеряно. И в очень большом масштабе, в очень большом объеме очень многое потеряно. У нас и не было никогда такой любви к футболу, как в Испании, Англии. Да, конечно. Просто тогда еще твои папы и мамы не были знакомы, Игорь. Понимаешь? Еще как было. После любого матча, так сказать, на стадионе Динамо два с половиной часа шло обсуждение. Это я помню. Да никак это не было. Биток был на всех стадионах. Это было когда-то. Ну, а сейчас просто, понимаешь, эта любовь, она выходит как-то в другую плоскость. Потому что народ перекормлен зрелищами. Разными. Все в интернете. Ты можешь смотреть и моментально писать, кто-то делится. Все. Восприятие меняется. Понимаешь? Если раньше тебе показывали один матч чемпионата России в неделю, но самый большой два. Понятно, что ноги сами несли на стадион, тем более, если твоя команда играет в твоем родном городе. Вот. Понятно, что и заполнение было другое. И через это вот все приходило. Понимаешь? Через привязанность своей команды, через количество отсмотренных матчей, через количество посещенных матчей. Каждый этот день чем-то откладывался, что-то прорастал. Вот. А сейчас все это, ну, да, ну, съездим. Там парковки нет, нет, не поеду. Вот сейчас так, понимаешь, как бы. Я не говорю, что это плохо. А вот на этом уровне уже ты становишься прав, что да. В Испании это немножко по-другому. Иван говорит, не потому, что там парковок больше, понимаешь, а просто потому, что люди поедут и без парковок. Ну, это понятно. Раньше я о крыше на стадионе приходилось только мечтать. Главное, зонт не забыть. И был биток. Был. И без зонтов ходили. Да. Ну вот. Я не говорю, что было лучше, я говорю, что было по-другому просто. Ну, а касательно недовольных везде было много. Их и в Бразилии перед чемпионатом было много. А как демонстрации проходили, да, и полиция, и все дела. А потом, когда сборная начинала играть, все забывали о своих недовольствах. Все болели за команду. Об этом и разговор. Об этом и разговор. Но я повторю, я каждую программу это говорю. Нигде у нас сборную не ругают в случае поражения. Ни на одной стороне, так как наша. Не потому, что она плохая. А просто это изначальное отношение. Понимаешь? Ну, я не знаю. Я не могу представить, что мы выиграем домашний чемпионат мира. Но не могу я себе представить это. Не могу представить финала. И вот я начинаю искать, а где будет то самое, как Газаев сказал, не ставить высочайших задач. Это правильно. Мы уступаем очень сильно по постановке задач сиюминутных. Сиюсекундных. На каждой тренировке. На каждом рывке. Вот в чем мы уступаем очень сильно, да. А поставить задачу для протокола, потому что русскому вроде замахиваться меньше, чем на полуфинал как-то не с руки, это немножко самообман, мне кажется. Я думаю, что если нам удастся выйти из группы и пройти там один раунд, один раунд плей-офф, это будет уже очень приличное достижение. Интервью. Ну, а коли уж у нас сегодня день Камеруна на Спорт.ФМ, поприветствуем тогда в нашем эфире комментатора Евроспорта Николая Саприна, большого любителя африканского футбола. Коль, привет. Проведшего, да, целую пропасть, наверное, Кубков наций. Вот, до определенной степени этот турнир с голосом. Коль, уже у меня ассоциируется. Коль, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо. Привет, Игорь. Юрий Альбертович Розанов, Игорь Катманов, приветствую тебя. Ну, что ж, Камерун, что нам ждать от этой команды на Кубке Конфедерации? Ну, я думаю, что мы вправе ждать сюрпризов. Но если они не случатся, мы тоже в пляс. Скорее всего, конечно, Камерун будет бороться в лучшем случае за третье место в группе. Как формулирует? Как формулирует, Коль, аплодирует. В лучшем случае за третье место в группе. Я думал, что мне сказать, когда Игорь меня спросит. Я скажу, что, скорее всего, проиграют Австралии. Но как же, Коль, ты сформулировал? Просто аплодирую, браво. Они в лучшем случае будут бороться за субботу. Да, в лучшем случае бороться. Да, не а как иначе. Они так играли на Кубке Африканских. Каждый матч. Да, и эта команда, которая строилась именно на этом. Они была сыграна, когда она приехала на последний Кубок Африки. Ну, и вот там действительно, как ты говорил, Юр, правильно, ставили они задачи от матча к матчу. Это обретало очертание в виде какой-то там надежды. Надежды на что-то. Сначала на выход на группу, потом на выход в полуфинал. Потом на участие в финале. Потому что, разумеется, там на Камерон никто не ставил. Конец, когда они все-таки отыгрывались в матче с Египтом. Они уже добились вот того, чего добились. И Путевкин Африкин Африкин тоже. Поэтому я думаю, что в данном случае они точно так же поступательно будут и на Кубке Африкин Африкин. Скажи, пожалуйста... Я думаю, что три они получат от Чилийца в первом же матче. И поступательность это кончится, мне кажется. Но посмотрим, ладно. Посмотрим. Скажи, а почему сборная Камеруна постоянно сопровождают какие-то скандалы? И перед Чемпионатом мира в Бразилии громкий скандал. Насколько я понимаю, перед Кубком Африканских наций тоже несколько игроков отказались выступать за сборную. Ну, там несколько, там их было довольно-таки много, порядка десятка. Но я бы не сказал, что это явление, которое характеризует исключительно сборную Камерунов. То, что мы видим, в общем-то, с каждой крупной африканской командой, которая выходит на крупные соревнования в чемпионат мира. А с Тагалевцами такого не происходило. А со сборной Нигерии такого не происходило. А с тем же Камеруном неоднократно. Разность сумм, которые получают звезды в клубах, и то, чем может поделиться, чем наградить может Федерация. Правда, Коль? Конечно. Но здесь действительно вопрос, потому что все-таки не случайно там само ЛИТО, да, скандаля о постоянной Федерации. В какой-то момент даже казалось, играет за сборную. Отчасти большинство причин, по которым отказываются камерунские звезды, тоже те же самые проблемы с Федерацией. Они не получают премиальных, один начинает из-за этого очень сильно переживать, придая претензии. Им дети денег не дают, и в конце концов все сводится к тому, что на следующий турнир в составе сборной они уже не приезжают. Они уже там не находятся. Вот, и надо сказать, что Уго Бровоз первым делом, это наставник сбора Камеруна, первым делом как раз и с Рассе поговорил с игроками, которые у него остались в распоряжении. Он сказал, ребят, если вы хотите, чтобы мы что-то доверили вместе, давайте быть единым целым, давайте объединимся. И в конце концов вот именно этот бельгийский триер довольно скромно, да, по своим достижениям. Но тем не менее, именно он стал тем мостиком, который конфликтовавший до этого стороны. Но, кстати, на Кубке Африканских Наций тоже там ближе к финального матча тоже были проблемы с денежной. Так что я не делюсь, если они вдруг опять вспыхнут на Кубке Конфедерации. Спасибо большое, Коля. Это был Николай Саприн. Поговорили мы с ним о сборной команде Камеруна. СпортФМ. Сто процентов футбола. Ну вот это, кстати, путь, который прошла сборная Камеруна на Кубке Африканских Наций. Это вполне, наверное, пример для сборной России, да, так по крупицам двигаться. Потому что от Камеруна тоже никто ничего не ждал. Ну, во-первых, там плохо сыграли те команды, от которых действительно ждали многого. Это раз. Сборной России на чемпионате мира следующего года этого уже ожидать не приходится. Я не могу себе представить, что плохо сыграли бы французы, которые... Вот я опять третий раз к этому матчу отматываюсь. Ведь товарищеский, товарищеский. А в двух таймах две абсолютно разные тактики. Вперед. Да, через большого и через маленьких абсолютно. Они попробовали быть и Парис Сан-Жермен, они попробовали быть и Монако. И то, и другое, в принципе, очень убедительно получилось. То есть, Дишам с этой сборной растет. Было видно на Европе, что это еще далеко не предел, что команда еще только плечи расправляет. Я думаю, что от Европы Франция будет первым фаворитом. А, чемпионат мира. Новости спорта. Дмитрий Томниковский. Он уже в студии появился. Да, добрый день. Да, уже добрый вечер, точнее. Итак, футболисты сборной России успешно добрались до Санкт-Петербурга, где, напомню, предстоит провести матч-открытие Кубка Конфедерации против команды Новой Зеландии. Эта встреча состоится в субботу и начнется в 18 часов по Москве. И стала известна судейская бригада арбитров, которая будет обслуживать эту игру. Как сообщает прислужба Пифана, встречи будут работать колумбийские суди во главе с Вильмаром Рольденом. И комментаторская бригада уже известна на матч ТВ. Этот матч будет комментировать. Дуэт в составе Роман Гуцай и Константин Генич. Это, как говорится, лучшее, что есть, на мой субъективный взгляд. А эксперт Валерий Карпин, по-моему. Я говорю в качестве комментатора, вот именно, да, работа именно комментатора. Тем временем, главный тренер Хал Сити Леонид Слуцкий определился с кандидатурой первого помощника в своем штабе. Им стал Тони Пеннок, который ранее уже работал в команде в 2016 году вместе с Майком Феллоном. 46-летний Пеннок с 2014 года был наставником Академии Ихала. В этом году он успел поработать главным тренером в клубе Аберестуит Таун из премьер-лиги Уэльса. Мне вот интересно, Слуцкий пригласит российского специалиста в Тензийский штаб. Да, вот пока с собой никого не тянет в Англию. Мне вот как раз совершенно неинтересно, кто будет у него в помощниках, потому что совершенно очевидно, что на этом этапе занять должность главного тренера это уже победа. И я думаю, что англичане, которые деньги-то умеют считать и статус умеют считать намного лучше нас, да, вот, они точно абсолютно говорят, что уж тогда, дорогой товарищ, ты себе бригаду врачей из Москвы-то не выписывай, уж до остального все будет так, как решим мы. Поэтому я сильно сомневаюсь, что это выбор Леонида Слуцкого. В самом деле, скорее, его согласие на то, что пусть решает трудный руковод. Председатель управления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб не ведет переговоры с полузащитником локомотива Игорем Денисовым. При этом Фурсенко отметил, что в этом мире все возможно, но переговоры не ведутся. Также Сергей Фурсенко отметил, что у Дзюбы нет травмы, надо просто провести некую профилактическую процедуру, послезавтра он должен прилететь в Австрию на сбор. Вот. Непонятно, то ли есть травма, то ли нет. А по травмам в данной ситуации каждый понимает одно и то же. Или нет? Или разные вещи? Травма – это абсолютное понятие или нет? Повреждение может быть? Какая-то усталость металла может наступить? Я совершенно не знаю на этот счет, так сказать. Да, но Фурсенко не обязан быть врачом. Естественно, эту информацию он от кого может получить? От самого Дзюбы, либо из медицинского штаба команды? Но не бывает по-другому. Ну вот будет номер, если Дзюба приедет через два дня на сбор в Австрию и будет тренироваться в общей группе. А здесь он бы играл как? На разрыв аорты. А как иначе? Потому что для сборной команды России выступление на Кубке конфедерации, как мне кажется, более важно, чем для любой другой команды. Да? Потому что резонанс в случае неудачи будет сильнее, чем для немцев, камерунцев, австралийцев или кого угодно еще. Есть разница между подготовкой какой-то, знакомством, в конце концов, с Робертом Манчини? Не забывайте, это же тоже необходимо провести. Потому что если ты не познакомился до конца, помните Зик в ЦСКА? Весь сбор знакомился, то есть кто-то, так сказать, да? Ну, Манчини более педантичные дели, так сказать, но это уже есть вопросы. Поэтому, ну, здесь я спокойно к этому отношусь. Ну, еще одна информация касаемая «Зенита». Полузащитник «Интера» Марцелло Брозович отказался переходить в петербургский клуб. Об этом сообщает «Скайспорт Италия». Ранее стало известно, что «Зенит» был готов заплатить за Брозовича, а также защитника на Радзуре Джейсона Мурильо 45 миллионов евро. Спасибо. Это были новости спорта Дмитрия Томниковского. Спорт-ФМ. 100% футбола. Ну и продолжая итальянскую тему, кстати, здесь спрашивают мнение по поводу трансферной политики нового руководства «Милана». Ну, так довольно не то чтобы агрессивно, но во всяком случае «Милан» уже... Агрессивно. Сколыхнул. Агрессивно. Не, ну а как? Деньги другие, поэтому надо как-то себя проявлять, заявлять. Но мне представляется все равно, ни одна итальянская команда, кроме «Ювентуса», не обладает кадровым наполнением, которое позволит навести серьезный шухер в Европе. Поэтому, как там кадрово не наполняй, если игру не выстроит «Милан», то всегда найдется аталанта, который... Понимаешь? Вот как-то так. Ну, пока у «Милана», наверное, другие задачи. Не Европу сколыхнуть, а Италию. Так в том-то и дело. Задача какая? Попасть в Лигу чемпионов, иначе что? Иначе распуск команды? Нет, конечно. А какая задача? Составить конкуренцию «Ювентусу». Составить конкуренцию «Ювентусу» не может... Ну, надо быть, здравоумеет, резвую память. «Ювентус» еще идет на вырост. Ну, хорошо, занять условное место Ромы, Наполя. Ну, то есть попасть в Лигу чемпионов, грубо говоря. Других задач перед «Миланом» сейчас стоять не может, правильно? Ровно такая же задача стоит перед «Интером», да? Ровно такая же задача стоит перед «Ромой». И, кстати, очень интересно, приходит Дефранческо, мне кажется, это весьма любопытная история. Вот, ровно такая задача стоит перед «Наполем». Ровно такая задача стоит перед «Латсовым». И я хочу сказать, что в данном случае, в серии «А» красивых голов много. Фигур, обращающих на себя внимание, очень много. Один белотич его стоит по прошлому году. А вот организация игры, она хромает практически у всех команд. А мне кажется, у «Монтелла» очень интересная выстроенная игра. Может быть, исполнитель как раз не хватает? Все команды «Монтеллы» пытаются играть в футбол, который играл сам «Монтелл». То есть на них очень приятно смотреть. Он и сам собой хорош, да, такой, так сказать, для глянца товарищ, так сказать. Он играл в очень зрелищный футбол. И такие же были все его команды. Хоть кого ты бери, хоть Фиорентино, кого хочешь. Играющий. И он пытается сделать именно это. Да, то есть приглашать «Монтеллу», вот, это значит выиграть 5-6 матчей по 4-0. Опять подавать по десятку угловых. Но совершенно не факт, что занять место там второе или третье. Потому что будут и провалы тоже. Я об этом говорю. Сейчас для серии А, на ближайшие, может быть, год-два, очень важно быть командой организованной. Я думаю, что после «Ювентус» самая организованная команда в этом сезоне был «Лацо». Он просто по составу достаточно сильно уступал и Роме, и Наполе. И только потому не занял там второе или третье место. А по организации игры, по разумности игры, да, я думаю, что... Вот. Сумеет это сделать «Милан». Вот главная задача. То есть забивать там по многу, они могут и в прошлом составе. Но я бы, кстати, не сказал, что «Лацо» это какая-то прям там закрытая команда. Нет, но это команда с балансом, без всякого сомнения. Которая понесет потери, насколько я понимаю, уже в этот... Должны быть готовы, они каждый год их несут. А, кстати, Симон Энзаги. Кстати, хороший. Кстати, хороший. И, кстати, не я первый об этом уже говорю, поэтому просто я поаплодирую, да. А понятно, чего он хочет, понятно, как он хочет. Это редкость на самом деле. Вот ты «Интер» видел, когда Апьёли пришел, да? Сначала там два или три разгромных поражения, потом серия там из «Семи побед», а потом провальный финиш. И что, как говорится? Одно за «Интером», не самым, просто как земля за колхозом. Да, они подают 10 угловых каждый матч. Можно просто вот для букмекеров, это просто, я не знаю, разорители. Это в какой-то степени невезение в том числе. Ты понимаешь, что это дело? Я думаю, что миланские команды обе, и этот год, и следующие, обречены идти по этому вектору. Деньги пришли? Будьте любезны, ребята, играйте в атакующий футбол. Просто первых мест нам будет мало. Но интересно, на самом деле, интересно. Потому что потихонечку сейчас, и это касается Англии тоже, это касается и Италии, и «Интер», и «Милан». Сейчас из обоима европейских топ-клубов вылетели. Их там нету, нету-ти. Правда? Вот человек растет, ему там год, два, три, четыре. Это мы помним. Там был КК, еще раньше была команда Ориго Саки, так сказать, да? Еще раньше. И так далее, и так далее, и так далее. Гулит Райкард, Иван Бастон. Мы все это помним. Ну, а человек, которому вот... Когда «Милан» последний выиграл Лигу Чемпионов? Ливерпуль, когда реванш за? Две тысячи... Мы вспомним уже. Ну, представь, человеку было 10 лет, например. Он так не особенно внимательно смотрел. Проходит часа, может, сколько будет. Вот когда он выиграет в следующий раз? Уже Шевченко-то все забывали. Правильно. Потому что память очень короткая. Поэтому о себе надо напоминать намного чаще, чем это удается делать в итальянском плите. А можно ли это сделать? Можно ли это напомнить? Вот в нынешних «Реалиях». А я не ставлю перед ними такой задачей. Ювенсус попытался напомнить. Причем пытался? Он и напомнил. Не, ну это несчастный случай, что они проиграли «Реалу». В принципе, «Реалу» может выиграть у любой команды, да? То, что так проиграли... Кстати, до сих пор я не прочитал нигде, ни в Италии, ни у нас в России попытки объяснить, почему он так остановился во втором тайме. Аж чего не хватило? Внутренней свежести, там, я не знаю, мотивации. «Реал» ли был столько хорошего? Ну, все по нигире Криштиану Роналду, Зидану, траля-ля-ля-ля-ля. «Гром победы раздавайся». «Реал» был восхитителен. Но опять же... Хорошо, Юрий Альберсович, твои умные. А я не буду... Не, не почему. Я как раз... Мне интересно. Я очень люблю сомневаться. Я не знаю. Я не знаю. Я восстанавливался, простите меня, в это время после операции. Я себя морочить не хотел. Да, я смотрел этот матч праздным глазом зрителя и видел, что где-то минут за 10 до конца первого тайма «Ювентус» просто, простите, сдох. Функционально, может быть, просто готовится. Может быть, функционально. Чья от недоработка? Макса? Сезона длинного. Непонятно, так сказать. Вот у «Реала», почему я говорю, что Зидан никаких тактических фокусов не выдумывает. Ничего он там как-то схемы игры не меняет. Понимаешь, у него поверил в себя этот парень Казимира. Плюс два рикошета были, тут тоже никуда не денешься. Но у него на каждый важный матч, даже проигранный последняя классика, команда выходит очень свежей психологически. Это мотивационные вещи. Это психология. Значит, он знает, что им сказать, чтобы они вышли не с забитыми мышцами, а спокойно, уверенно в собственных силах, не считали ниже своего достоинства, как силу мяч отдать на 15 минут. Вот этим искусством Зидан владеет. А дальше, когда действительно придется уже тактически кого-то обыгрывать, понимаешь, вот в Баварии, если бы они играли, допустим, как в НХЛ, там до четырех побед, вот было бы любопытно посмотреть. Не знаю, ты меня спросил про серию А. Меня серия А совершенно устраивает как зрелище. Уровень игры в серии А, я считаю, что у средних команд ниже, чем в нашем чемпионате. Анатолий Степанович, пенсионер из Казани, продал в CarPrice свой Kia Sportage 2012 года за 851 тысячу рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru. Как трейд-ин, только выгоднее. Жилой квартал «Достояние» от ГАЛС Девелопмент. Квартиры бизнес-классов Кунцева от 9,5 миллионов рублей. Звоните 495-725-5555. Проектная декларация на сайте «Достояние» дефисгалс.ру. Зао «Кунцевоинвест». Без счетчиков вода теперь мне обходится так дорого. Так поставь водосчетчики. Да, но как выбрать компанию? Зачем сомневаться? Есть ответ. Мосэнергосбыт. Надежность – главный приоритет. При заказе установки или замены водосчетчиков до 15 июля. Коврик для ванной – в подарок. Подробности на водобереги.ру. Акция действует на территории Москвы и Московской области. Сколько же товаров нужно для ремонта? Денег на все не хватит. А в «Караута» можно купить необходимые для ремонта с беспроцентной рассрочкой. Кредит предоставляет Кабри «Ниссанс Кредит» ООО. Лицензия ЦБРФ 3354. Подробности на сайте «Кадисраута.ру». ООО «Караута Рус». ОГАРАН 113-78-47-38-18-14. Санкт-Петербург, Уральская, 20А. Ищите, где выгодно купить новый Samsung Galaxy S8 или S8+. Только в июне. Во всех магазинах электроники «Ноу-Хау». Новые смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+, с безграничным экраном. Можно купить в кредит без переплаты. Подробности в магазинах «Ноу-Хау». «Ноу-Хау». Поговори с экспертом. Предложение действует до 30 июня 2017 года. Кредит предоставляет банк-партнер ООО «ХКФ БАК». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 316. Удорожание товара приобретенного аппетита не происходит за счет списки продавца в размере 6% от первоначальной стоимости товара. Тех, кто обещает квартиру мечты, много. А воплощает ДСК-1. Каждая пятая семья в Москве уже живет в доме ДСК-1. Купите квартиру на dsk1.ru от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Проектная декларация опубликована на сайте dsk1.ru. Застройщик «Зао Капитал Б». Процент! Процент! Процентик! Процент! Иди сюда, мой маленький! Кредит в Локобанке от 12,4% годовых на круглые суммы. 5 миллионов? Куда уж круглее! Отправь заявку онлайн на lokobank.ru. КБ Локобанк АО. Генеральный лицензия ЦБРФ 27.7. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Все частично демонтируют. Они останутся только над железными и автодорогами. Новым директором музея Исаакиевского собора назначен искусствовед Юрий Мудров. Сообщили в Комитете по культуре Питера. Мудров приступил к работе с этого дня. Предыдущая в Рио и Рада Вовненко проработала лишь две недели. Ранее Фонтанко утверждало, что губернатор Георгий Полтавченко оказался недоволен тем, что на этот пост назначили женщину. Защитник «Зенита» Артур Юсупов в следующем сезоне будет выступать за Ростов. Ростовская команда взяла игрока в аренду на год. Летом будущего года Юсупов вернется в «Зенит». Кроме того, Ростов может получить еще пятерых игроков «Зенита». Клуб ведет переговоры с Иваном Новосельцевым, который уже играл за Ростов до перехода в «Зенит», а также с Ибрагимом Цалаговым, Робертом Маком, Маурисио и Иоанном Молло. Далее курсы валют. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара на завтра растет. 57,44 рубля. Европейская валюта также дорожает. 64,28 рубля. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно, каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее траги в Москве. Очень серьезные пропики спровоцированы погодой и реконструкцией дорог. 9 баллов, об этом сообщает Яндекс.Пропики. Ситуация на кольцах МКАД обе стороны. 8 баллов, трешка садовая по 10. Бульварная внутренняя сторона 9 баллов, внешние 10. Крупнейшие пропики внутренняя сторона трешки, а шарик и подшипник с улицы до проспекта Мира 3 часа. Внутренняя сторона садового кольца от Воронцового поля до Цветного бульвара 1 час 50. Внешко садового кольца от Площади Курского вокзала до Краснопролетарской полтора часа. Когда спортивные новости освещают чуть больше, чем полностью. Когда важные заявления делаются из первых уст. Когда любой результат дает пищу для размышлений. Говорят, что тема раскрыта на все 100. Каждый день спортивное шоу на все 100 с Дмитрием Герунцом. Слушай Спорт-ФМ на все 100 каждый будний день в 19.00. Спорт-ФМ. 100% футбола. Продолжаем говорить о футболе на Спорт-ФМ. Комментатор Мач-ТВ Юрий Розанов. Сегодня у нас в студии. Меня зовут Игорь Катманов. Очень много вопросов. Приходят вопросов и личных. Не хотите ли написать книгу? Вот тут спрашивают. О чем? Пусть напишут. О комментаторской работе. Воспоминания? Да. Или рано еще? Не, ну рано еще, знаешь, а потом можно будет поздно уже и не суметь ее написать. Вот. Мы слишком подобное посещают, честно говоря. Но это не просто так за хлебушком сходить, правда? Этому надо посвятить, наверное, много месяцев. Можно кого-нибудь в помощь взять из пишущих. И что? И ходить как на боков надиктовывать? Тогда мы запишем за неделю, что ли? Вот. Если за этим делом заниматься, надо иметь как минимум, наверное, полгода освобождено. Ну, по крайней мере, для меня. Это же не хроникальные какие-то вещи. Не перечисление дат событий. Вот. Это же переживания, это живые вещи. Поэтому так всерьез, если бы было свободного времени побольше, может быть, задумался бы. Но как-то фундаментальный подход. Почему фундаментальный? Ну, многие пишут, не отходя от трассы. Ну, я имею в виду только недавняя презентация. Ну, ты Игорь Робинар имеешь в виду. Ну, во-первых, он написал уже массу книг. У него технологии отлажены. Потом, будучи с Игорем достаточно давно знакомым, я, например, видел своими глазами на Олимпиаде в Турине. Он исполнял 15 тысяч знаков за хоккейный матч прямо вот в лед. Понимаешь? Я даже печатать так быстро не умею, на самом деле. Понимаешь? А потом все равно у него эти вещи все равно ложились как-то. Это компиляция до определенной степени. Это же не все на первой до последней строке пишут. Сел и начал писать. Это же все лежит, как бы, да? Это все ложится. Это все... Вот. Он пишущий журналист. Он не имеет права, как бы, работать, не имея в виду выход книг. Ну, согласись. Ну, да. Да. У меня немножко другая работа. Правда? Георгий Черданцев. Георгий Черданцев. Но это, опять-таки, во многом компиляция. Издать книгу – это один разговор. Написать ее – это другой разговор. Понимаешь? Вот. И если писать, то писать что-то такое, может быть, даже исповедальное где-то, в конце концов, так сказать... Ну, времени для этого мне лично понадобится достаточно много. То есть, где-то, может быть, лет 20 тому назад я бы, конечно, исполнил бы, там, может, месяц за полтора-два. Но... Тогда писать было не о чем, понимаете? Вот в чем дело. Это извечная штука, если бы молодость знала, если бы старость могла. Поэтому не знаю, я пока не загадываю, так сказать, да. Но не исключаю такого варианта. Очень много вопросов про Манчини. Вообще, подходящая кандидатура для «Зенита». Интересно, получится ли у него или нет. Вот один вопрос. Это разная модификация одного вопроса. Скажите нам, пожалуйста, он выиграет все на свете или он не выиграет все на свете? Ответ у меня на эти вопросы всегда был, есть и будет один. Это многим не нравится. Уход от ответа, так сказать. Если человек говорит, что у него ничего не выйдет, он говорит, что он режет правду матку. Понимаешь? А на самом деле в этом ничего нет, кроме безапелляционности. Я не знаю. Я могу сказать, что отношение мое к Манчини, и в этом плане я в явном меньшинстве в цеху комментаторском, то, что большинство считают его там слабаком, лузером и все такое. То есть пусть они выиграют столько, сколько он, а потом рассуждают. Вот. Мне он нравится как тренер. Я всегда относился к нему с симпатией. И считал, ну, я вот про Раньери говорил то же самое, но Раньери недополучал вообще, как говорится, да, внимание, до этого проекта Лестер. Совершенно, на мой взгляд, недооцененно был тренером. Манчини все-таки свою порцию славы получил и как игрок, и как тренер. Я думаю, что может получиться. Вот так. Мое личное мнение, что на определенном этапе работы, не знаю, согласишься или нет, Манчини как-то сбавляет требовательность, что ли, и к команде, и к себе. Ну, может быть, наедается футболом. То есть это не фанатик, который будет от сих до сих жить футболом. Может быть, этого не хватает? Может быть. Я сейчас вот сделал паузу, думаю, о чем ты говоришь, но тебе опять хочется нарисовать профиль, что называется, человека. У меня для этого недостаточно данных. Понимаешь, он знающий человек. Он умеет поставить игру. Его команды всегда пытаются играть в футбол, а не завоевать первое место любой ценой. Я думаю, что при нем команда, даже без Халка, будет играть в нечто более открытое, чем при Вилош Боше, например. Потом очень важна сцепка президента клуба и главный тренер. Не секрет, что Фурсенко еще работает там, президентом РФС, будучи Манчине. Манчине хотел, да. И он в него верит. И это очень важно на самом деле. Вот. Поэтому я думаю, что до определенной степени карт-бланш Манчине получит. Но полного карт-бланша ему, я думаю, не дадут. Потому что история с Луческо уже многих научила, что это достаточно вредная штука. Время понадобится. Время понадобится. Я очень боялся, что они купят Брозовича не потому, что он игрок зрешный, а просто потому, что это сказала бы мне, что Манчине готов идти по итальянскому вектору и просто брать тех, кого он хорошо знает, не садясь и не отсматривая. Обрати внимание, они возвращают своих. Они возвращают своих молодых, понимаешь? И что, это Манчине их об этом попросил? Это решение клуба. Но он все равно к этому причастен. Это решение клуба. Я думаю, что с ним оговорили, ты получаешь... Но я не уверен в этом. Изначально. Изначально. Конечно. И это очень хороший шаг. Это очень правильный поступок, понимаешь? То есть совсем уж прям вот море в шоколаде сейчас. Не получишь ты всех тех, кого ты хочешь, которые тебе просто сами по себе с бутцами заданы наперед, возьмут и выиграют чемпионат России. Этого не будет. Вот. Поэтому, да, предстоит серьезная работа. А дальше? Ну, будем глядеть. Потом итальянец все-таки продуктивно работал. Извините. Как-то не относись, а времена с полетия, это скорее плюс, чем минус. Правда? Ну, конечно. И вообще, что касается Манчини, я тоже, честно говоря, не особо понимаю, почему он лузер. А я понимаю, почему. Я понимаю, почему. Потому что любой тренер, если он берет, допустим, тренировать такую громадину, как Манчестер-Сити, он должен с ней выигрывать 10 из 10, ни разу не оступиться и вообще быть в своем деле, как Федерара или Надаль. Ну, совершенно верно. Вот. Все остальное – это уже минус. Да, вот Овечкин не выиграл Кубка Стэнли, Павел Буре не выиграл Кубка Стэнли. Но когда играл Павел Владимирович, еще, так сказать, понятие там лузер не существовало. Сейчас Сашу кроет, почем зря. Вот он не выиграл Кубка Стэнли. А то, что именно при нем Вашингтон там единственный раз чудом пробрался в финал, единственный там, да, помнишь, когда это было Бондар, Николиша. Как и про Буре. Вот. Нет, Буре в Вашингтоне не играл. Ванкувер, я имею в виду, при нем пробрался. Ну, похоже, да. Ванкувер потом еще выходил. Вот. То, что именно при нем Вашингтон стал реальной силой, это как бы наплевать. Мне кажется, вот от этого все идет, так сказать. Если он не выиграл, если у него вот сейчас он не принес, так сказать, свое резюме нам, мы отложим первое, второе, так сказать, и эти резюме почитаем сальными руками. С Манчини та же самая история, так сказать, понимаешь? Но! Но! Ведь ты обрати внимание, у него итальянские дела, да, все-таки интер Манчини и интер Мауринио, они по времени очень близко соседствуют. И все уже забыли, что интер Мауринио был в то самое время, когда Ювентус, да, где-то там посижу во втором дивизионе. А Манчини это припоминает. И Клаудио Раньери его оттуда поднимал. Совершенно верно. Вот. Потом Мауринио выиграл с интером Лигу чемпионов, а Манчини, извините, он не доходил до степеней известных. Но нужно ли нам это? Нужен ли нашему клубу человек, который выиграл Лигу чемпионов? Или это лишние, как говорится, понты, которые в нашей ситуации? Ну, вот завтра выиграть Лигу чемпионов, наверное, нереально. Правда? Ну, конечно. Давайте будем реалистами, да. Поэтому я не знаю, честно говоря. Совершенно очевидно, что «Зенит» выбирал себе тренера, под которого, если что, а может быть и просто, поедут звезды. Правда? Потому что, если бы, допустим, тот же Марсел Иброзович выбирал бы, к кому поехать, к Роберту Манчини или к Рашиду Рахимову, вернее всего, выбрал бы первого. Верно? Да даже к условному карере. Ну, это по национальному, как признаку, да? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? То есть, если приглашают звезду настоящую, тот же вот Вицель, допустим, едет по новой, у него не возникнет вопроса, а что это за тренер такой? Вот. И это очень важно, как мне кажется. Правильно это или нет, это уже рассудит только жизнь, на самом деле. Но пока я не вижу явных минусов у Манчини, таких, чтобы прям вот, надо было кричать, что караул, ребята, кого пригласили. Но мы его лучше с главных минусов, наверное. С обратной, знающей специалист, который пока, да, да, пока еще, вот тот самый топ, о котором мы говорили вначале, на мой взгляд, не попадает. Да, это не Марчелла Липпи, да, это не Гус Хитинг. Совершенно верно, да. 925-4-двойки, 93-2, это наши вайберы ватсап. Кто, по вашему мнению, из итальянских футболистов? Ну, тут уже такие вопросы, ярче всего проявил себя за последние 20, а шли? Ну, это их огромное количество, наверное. Прям 20, а шли? Да, здесь можно вспоминать, я думаю, долго. Ну, а что тогда не 40, да? На 20 не знаю. Нет, у меня был, из всех итальянских футболистов, у меня даже одно время, так сказать, два человека, который входит у меня в пятерку любимых футболистов за все времена. Но я говорю о любимых. Я говорю о любимых. Это Бруно Конти в 82-м году, и это Джан Франко Дзоло чуть позже. Я говорю о любимых. Но я понимаю, почему Джан Франко Дзоло, собственно говоря, только уже на четвертом десятке в Англии получил то, что ему причитается, да? Включая звание и все остальное. Потому что, ну, был в сборной Роберто Баджо. Я могу любить Дзоло сколько угодно, но не признать, что Баджо круче, что Баджо лучше, что Баджо тонче и Баджо гениальнее, я тоже не могу. Понимаешь? А место десятого номера только одно, правда ведь нет? Ну, главное, получил то, что причитается. Реклама. Поймать волну. Разогнать эмоции до предела. И стать обладателем Сузуки Витара от 965 тысяч рублей. Сузуки Витара. Большие планы на лето. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует по 30 июня 2017 года на автомобиле Сузуки Витара 2017 года выпуска. Подробности на suzukidefismotor.ru Представьте, вы только решили взять кредит. Один клик и деньги уже у вас на счете. Вы только расплатились, а кэшбэк уже начислен. День еще не закончился, а проценты по вкладу уже выплачены. Мечта? С Тачбанк все реальность. Тачбанк это онлайн банк, в котором все быстро, удобно и выгодно. Тачбанк настроен на тебя. ООТП банк. Кэшбэк начисляется в бонусных баллах по программе лояльности. Вклад в рублях. Сумма вклада без ограничений. Срок 30 дней с автопролонгацией. Ежедневная капитализация на счет. Возможен отказ в выдаче кредита. Тачбанк.ком Начните лето с ярких эмоций за рулем Порше. В июне Порше представляет эксклюзивное предложение на модели Порше Каен и Макан определенных модификаций. Позвольте в вашей мечте стать реальностью без компромиссов. Подробности у официальных дилеров Порше или по телефону 8800-77-55-911 8800-77-55-911 Предложение ограничено и действует до 30 июня 2017 года. Спорт-ФМ До программы на все 100 осталось 15 минут. А сейчас 100% футбола. Продолжаем программу 100% футбол. Дмитрий Томниковский в студии с очередным выпуском новостей. Дим, слушаем. Да, спасибо. Итак, Александр Киржаков возглавит в «Зените» один из департаментов. Об этом журналистам сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко. По его словам, Киржаков в ближайшее время возглавит некое направление и будет учиться. «Зенит» с ним не расстается, но вот какое конкретно направление имел в виду Фурсенко, он не уточнил на вопрос, будет ли 34-летний Киржаков продолжать карьеру футболиста. Президент «Зенит» ответил «посмотрим». А тем временем защитник «Халл-Сити» Гарри Магуайр, которого, кстати, некоторые комментаторы называют Магир. Я даже один раз назвал, если это огород камечек. Нет. Было один матч когда, так сказать, да. А, кстати, почему? Есть два варианта произношения, но это долгая история, так сказать, но правильно все-таки Магуайр. Я просто тоже слушал бы, как британские комментаторы, я когда услышал, я услышал по телевизору и сразу полез посмотреть, как говорят британские комментаторы, они говорят Магуайр. не это важно, дело в том, что сереблуд, но они говорят, они говорят, они говорят, они говорят так, как им удобно на самом деле. Они никогда не будут заморачиваться ударением на последнем слоге, допустим, человека из франкоязычной страны, у нас за этого комментатора Сатуртов Поросок. Хотите одну историю? Вот это было в этом году молодежный хоккейный чемпионат будет в Баффало, опять в 11-м году мы выиграли чудесным образом, да, там за шведами, с финнами, дошли до финала, 0-3 горели, 5-3 выиграли. Вот, четвертый гол, который стал, пятый, вернее, когда после канадца пошли с трибуны, Никита Дворичинский забил. И вот Горд Миллер, это все-таки вам, ребят, это не какие-то комментаторы там, какие-то, да, это первый номер ТСН на самом деле меня пытал, как вот, а дальше Дворичинскому он не двинулся все равно. Они стараются, они пытаются, но в конце концов даже канадцы в хоккее не готовы за это распилить ржавой пилой, а у нас готовы. Я тоже такую историю вспомню, меня спрашивал тоже канадский комментатор, как произносится фамилия Вышедкевича. Леша Терещенко, я знаю, очень много вызывал вопросов, но считается, для канадцев, я тоже гордо спрашивал об этом, какая самая трудная фамилия его за все времена, он говорит, Владимир Лученко. То есть там все, что можно, Т, С, С, Эйч, сколько угодно раз у них все это прописано. И они вообще, а в ту пору-то они только советские фамилии только постигали. Владимир Яковлевич все одно слышат. Здоровья, доброго, без памяти люблю, очень славный человек в прекрасной форме физической, да, ему таскать бог. Возвращаясь к новости о Гарри Магуайре, дело в том, что эта сделка стала рекордной в истории тигров, официально сумма не называется, однако британским, по данным британских СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, представляете? Ну, если там такие телевизионные контракты, правда, Премьер Лига касается, не чемпионшипа, да, но тем не менее. Так что, С, Луцкий не успел прийти. Ребят, ну, будут они ходить не с барсетками, а с дипломатами, так сказать, величиной с этот стол, понимаешь, где будут носить себе на обед. Ну, это их проблема, богатых своей привычкой, да? Тем временем, Нант на своем официальном сайте объявил назначение на пост главного тренера Клаудио Раньери. Ура, болею за Нант теперь во Франции. А то я боялся, за какую же команду я буду болеть. Мне не хочется выбирать между ПСЖ и Монако, потому что, ну, это в определенной степени глори-хантерство, да? А Ницца есть еще? За Ниццу, да, но я Ниццу люблю как город уже, понимаешь, нельзя болеть за Ниццу во всех ее проявлениях. Я придерживаюсь мнения, что Ницца, это не про футбол, да, это романтический город, и футбол, когда там был чемпионат мира, это же было ужасно, полгорода перекопано, и полиция не знает, куда как ехать, из навигаторов променад Англеса выбит вообще, он там не учитывается. И что там творилось, это ни к кемпером не описать на самом деле. Это город не про футбол, ребята, это город любви. Там, кстати, не все так просто было, потому что по правилам подписывать профессиональный контракт только со специального разрешения лиги, которое она в итоге выдала Нанту, и двухлетний контракт. Ну и красавцы. Это говорит о том, что Клаудио просто хочет поработать, да, на самом деле. Сегодня он живет уже, в его возрасте, вот эта тяга, делает что-то новое, причем опять незнакомый в другую страну поехал. По мне, как говорится, как не лузер, Игорь, да, не спори на меня так, он уже всем все доказал, ему не надо, он может спокойно теперь, так сказать, да, писать мемуары, как это самое, побеждали, так сказать, с Лестером, и все такое. Вот, но ему хочется работать, красавец просто, я уважаю очень. Возрождали Лестер. Ну и еще несколько важных новостей не из мира футбола. Российская шпажистка Виолетта Колобова завывала золото на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финальной схватке она победила немку Александру Ндоло со счетом 15-10. Это первая золотая медаль для заборной России на турнире в Грузии. Ранее, напомню, что 5 наград у нас было на этом турнире, но вот золотая медаль первая. В Киеве продолжаются чемпионаты Европы по прыжкам в воду. Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Они уступили только хозяевам соревнований украинцам Александру Горшковозову и Максиму Долгову. Ну и российский велогонщик Павел Сиваков, который уступает за американскую команду BMC, одержал победу в генеральной классификации молодежной многодневки Джиро де Италия, где выступают гонщики младше 23 лет. Отметьте, что эта гонка проводилась впервые с 2012 года. Ранее она называлась Бэби Джиро. Ну и Сиваков стал первым россиянином в истории, которому удалось одержать победу в этой многодневке. Спасибо. Это были новости спорта Дмитрия Томняковского. Спорт.РМ Ну а мы это Комендарь Матч ТВ Юрий Розенов и я Игорь Катманов продолжаем общаться с вами и приходят вопросы. В частности спрашивают про проект Арарат. Насколько вообще это может быть амбициозным? Не знаю. Вообще, насколько интересно появление новых команд в Москве, допустим, в той же ПФЛ? Я придерживаюсь мнения, что пусть вырастают все цветы это раз, хотя это и я это китайцы. А во-вторых, если проект начинает давать о себе знать, то он даст о себе знать. Вот так я к этому отношусь. До той поры пока... То есть гнать насильственно куда-то это в топ, только потому, что нам они покупают звезд, я не хотел и не хочу. Меня больше увлекает вопрос по поводу перехода Альвера Марата в Мью. Это вопрос очень интересный на самом деле. Практически решенный. Очень интересный. Если это состоится, я думаю, что это состоится. Мне это скажет о том, что Мауриньо все-таки догматик, что он уверен, что вот эта бегущая вперед со скоростью света команда, со скоростью Рашфорда, Лингорода, так сказать, да, и диспетчерские возможности Андера Эрере, в общем-то, не ставит его в наркотическую зависимость от Златана Ибрагимовича. Я думаю, что это не так. Мне кажется, Жозе считает, что он один знает, что мяч не всегда нужен, что быстрый переход из обороны в атаку и наоборот может принести успех к кубкам соревнований. Он считает это тайной, понимаешь, до сих пор как философский камень, что эта тайна принадлежит ему одному. А на самом деле процентов 80 тренеров этой тайной уже овладели. И без человека, который будет принимать мяч чужой штрафной, его там обрабатывать, дожидаться подхода, показывать с северо-запада или юго-востока атаковать чужие ворота, ему будет очень тяжело. Команда летучая, команда скоростная, будут играть как арсенал, только пропускать Париж. Оборону он отладить умеет, а переход Альвара Марата мне кажется очень большим, слишком большим в качестве главного нападающего. Потому что если, допустим, там появился Марата Лукаку и еще кто-то, это другой разговор совсем, да? Вот. В качестве главного нападающего Альвара Марата не знаю. Мне кажется, время, когда он мог играть тактическую фигуру, оно уже прошло. Оно уже прошло. 90 миллионов как-никак. В том-то и дело, что он стоит громадных денег и может очень здорово команде помочь. Но, наверное, не этой. Я бы назвал арсенал. Вот там бы я понял. Потому что, как к арсену не относись, и последние там проекты, так сказать, Оливье Жеру добавил у него. Его многие не любят. Там куча красных на ровном месте. Конечно, добавил. До этого. Робин Ван Перс, где начал играть в девятку настоящую? Ложную, не ложную. Где? А Дебайор, где провел свои лучшие годы? То есть, как хочешь, ты относишь к нему, да? Вот. Результаты, титулы там, так сказать, оборона никакая. Но вот там бы я увидел его в большей степени. Ну, Марата как раз за игровым временем и идет, насколько я понимаю. А вот получит он там его в должной мере или нет? Не знаю. Не знаю. Порой, как бы, решение Маурини меня радует. Потому что вот тот же Андререра, который при Ван Гале сидел. Мне Ван Гал, по-человечески, намного симпатичнее Маурини. Да, но при нем Аррера сидел половину матча на лавке, а у него он играет чуть ли не как главный человек. Вот. Я безумно люблю этого футболиста. Правда, обороняться он не умел и не умеет, конечно, и 5,8 не исполнит. И по-хорошему, если за пределы Англии выпускать его с его отбором, это красная карточка в 20-й минуте. Вот. А когда Фил и Ини и Аррера вместе, ну, понимаешь, да? Вот. Но вперед он играет, конечно, восхитительно. Абсолютно. Полян увидит, техническая оснащенность, объем работы колоссальный. Вот. И Маурини как бы дал ему задышать. Мне кажется, у него есть иллюзия, что он из любого молодого футболиста, как говорили, из варанов делает людей. Если эти вараны защитники. Поэтому у меня очень большие сомнения. Ну что ж, спасибо огромное Юрию Розенову. Напомню, что сегодня на Спорт.фм был комментатор Мачтова Юрий Розенов. В 19.00 стартует программа «На все сто» с Дмитрием Дерунцом. И в ней Дмитрий Дерунец Кубка Конфедерации. Ну и также слова Владимира Путина о спорте в нашей стране. Всем пока. Реклама Комплекс апартаментов Софийский в шаге от Кремля. Приятное уединение в самом центре столицы. Апартаменты для самых требовательных покупателей. Телефон 495-252-5555 252-5555 sdfisappartaments.ru Генри Форд сказал. Тот, кто сможет дать потребителю высокое качество по низким ценам, непременно станет во главе индустрии. И сегодня высокое качество доступно по выгодной цене. Автомобиль Форд Фокус по цене от 674 тысяч рублей. Предложение действительно Форд Фаворит для Форд Фокус в комплектации Амбиенты с учетом спецпредложений и выгоды по программе утилизация. Подробности на сайте fordifisfavorit.ru 8495-786-2503 Звоните. Организатор акции ООО Фаворит Моторсеф не является офертой. Ищите, где выгодно купить новый смартфон Samsung Galaxy. Конечно, у экспертов в магазинах Ноу Хау. Смартфоны Samsung Galaxy А 2017 года из металла и стекла. Кредит без переплаты. Купи смартфон Samsung Galaxy А 2017 и получи до 2000 рублей на следующую покупку в подарок. Подробности в магазинах Ноу Хау. Ноу Хау. Поговори с экспертом. Предложение действует до 30 июня 2017 года. Кредит предоставляет банк-партнер ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 316. Удорожание товара, приобретенного в кредит, не происходит за счет скрипки продавца в размере 6% от первоначальной стоимости товара. Для жены мужик живет, но а ей не достает. Ты проверь, стоит у вас на столе наш «Вятский квас». «Вятский квас» домой бери и с достоинством живи. «Вятский квас» здоровье спас. Мы приветствуем вас на чемпионате мира по Скороселью. В красном углу жилой микрорайон Изумрудные холмы. В синем углу никого. Ну нет соперников Изумрудным холмам по Скороселью. Скороселье в Изумрудных холмах. Выдаем ключи сразу после покупки. Квартиры от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Рассрочка на 7 лет. Звоните. 37 и 5 восьмерок. Код Москвы 495. Проектная декларация на сайте изумрудные-дефис-холмы.ру Застройщик ЗАУ «Затонская». Пришло время делать выбор. Выбор в пользу нового «Ягуар Эфпейс». Только до 30 июня в салоне официального дилера «Дженсер» специальная цена от 2 миллионов 965 тысяч рублей. Подробности у «Дженсер» официального дилера «Ягуар Эфпейс». роду